Клокверк Гоблин Реттлтрап Побочный эффект технологических исследований гоблинов со времен Старой Войны. Заводной гоблин Реттлтрап был заперт в хранилище бесчисленные десятки лет, пока Сентинел не нашли и не реактивировали его. Боевые способности этого гоблина практически безграничны. Его корпус снабжен огромным количеством боеприпасов, уничтожающих врагов вблизи и на расстоянии. Его фирменный гайковерт способен удлиниться, подобно захватному крюку, позволяя ему цепляться за врагов с высокой точностью. Ой, ты что делаешь? Ой-ой-ой, да ладно. Поехала. Ой-ой-ой. 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 Ну это можно еще раз на вставочку? Да вы что? Сегодня что? День на вставочку? Иди сюда. Иди сюда, Сларк. А давай РМПХ дадим мне. Крипы? Как так? Ай да ладно. Рипер балл. Да божечки, я не хочу умирать! Нет! Опа, подбегай. На, просто. Минус купол. Блин, это жестко, честно. Куда бежишь? Опа, че. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас гайд на Клокверка. Это значит, что сегодня мы узнаем, как работает Battery Assault, как работают у нас Коги, как работает Rocket Flare и, конечно же, как работает Hookshot. Друзья, это один из самых любимых героев моих, потому что это очень мобильный и очень сильный персонаж. И, конечно же, сегодня я вам расскажу, как лучше его использовать в тройке, двойке или, конечно же, в каком-нибудь еще саппорте на четверках. Ну что ж, пожелаю всем приятного посмотра и поехали! Итак, друзья, что ж, первая способность на нашем персонаже, это, конечно же, Battery Assault. Это очень интересная способность. Да, вы из Англии, как хочется написать этот комментарий. Просто веточки у нас уже на лице есть, можно еще раз переподключить. Ну и что ж, друзья, рассказываем по первой способности. Первая способность очень интересная и очень дослаждающая тем, у кого такой вот каст способностей, он немного больше, чем обычный. Допустим, как у ТХД, когда он кастует первую способность, это не ченнелинг, и у нас ТХД постоянно будет пытаться кастануть что-то. Или Койлы СФ, они имеют тоже такой большой каст, из-за которого будет неприятно играть против Клока. КСФ может просто потом танцевать, но вот здесь вот ставочку вставлю, ну что поделать, а то вдруг не знает, как СФ танцует. Ну и что ж, прокачали данную способность, хоткей у нас Е, и что она у нас делает? Давайте просто заюзаем и посмотрим. Нажимаем хоткей, и у нас вот такие вот, как можно сказать, такие взрывчики небольшие. И те персонажи, которые подадут в радиус 275 единиц, или если мы подойдем, они будут получать вот эти взрывчики, как видите. Что ж, эта способность у нас идет 10,5 секунд. И в эти 10,5 секунд каждую 0,7 секунды будет вылетать вот этот взрывчик, понимаете? И, конечно же, будет оглушать на 0,1 секунду. То есть можно очень-очень сильно напрягать, то есть персонаж вот так вот будет, посмотрите, он просто не может убежать. И при этом еще Клокверк наносит очень большое количество урона с этой способности. Ну и что ж, давайте разбирать по уровням прокачки. На первом уровне один такой взрывчик будет, который 0,7 секунд вылетает. В 0,7 секунд вылетает один взрывчик. Он будет наносить 20 урона, на втором левеле 40, на третьем 60. И на четвертом 80 урона будет наносить просто один вот этот взрывчик раз в 0,7 секунд. И при этом еще будет вот этот микростан на 0,1 секунду, который будет сбивать чаннелинги, касты, конечно же, и будет сбивать еще телепорты. Но это, в принципе, так все знают. КД у нас на эту способность 32, 28, 24, 20. И монокос всегда 75 маны. Это очень-очень годно. С Клокверка эту тему нельзя снять. То есть если Клокверк уже нажал у нас батарею, то, к сожалению, на этом Клокверке уже будет вот этот эффект постоянно. Он будет откидывать вот эти вот взрывчики. Ну, можно сказать, это годная тема. Но после смерти это сразу же прекращается. Ну и что ж, БКБ эта способность не работает. Она наносит магический урон и количество урона, которое можно нанести с этой способности. Ой-ой-ой. Тут я рекомендую вам присесть. На ласт уровне 1280 урона без учета резистов. Без учета резистов. Просто 1200 урона без учета резистов. То есть вы понимаете, насколько это серьезно. Ну и ладно, что ж. Поехали на вторую способность. По первой способности вроде разобрались. Let's go. Что ж, друзья. Теперь очень интересная способность на Клокверке. Это пауэр Коги. Пауэр Коги очень, и на самом деле она специфична, эта способность. Но от нее импакта может быть очень много. Эта способность может как навредить вашим союзникам, так и навредить вашим оппонентам. Потому что в лейтгейме зачастую неопытные Клокверки. Вот допустим, давайте разберем ситуацию. Найкс вгрызается в какого-то героя. Клокверк прилетает, начинается драка. Клокверк кого-нибудь закрывает вот этими Когами, кого-нибудь какую-нибудь важную роль. И Найкс, союзный, он не может подойти и не может атаковать. Тем самым вы проигрываете драку. Клокверк виноват. Вот такие моменты. Очень важно понимать, зачем нужен этот спелл, друзья. Данная способность у нас закрывает кого-то, может закрыть нескольких оппонентов. При этом закрывает еще и Клокверка внутри. И нету возможности туда пробраться, пока вы не разобьете эти Коги. Очень-очень интересная способность тем, что имеет свое понимание. Давайте немного потестируем эту способность, потом разберем вообще, что она делает. Тут много на самом деле нюансов, которые нам нужно знать. Смотрите, допустим, разберем ситуацию. Вот у нас СФ, мы его закрываем. И СФ у нас не может отсюда выбраться, пока либо не разобьет эту Когу, пока либо у нас не закончится действие этих Ког. Самая приколюха, что эти Коги имеют определенное количество ударов для оппонентов и определенное количество ударов для нас самих. То есть Клокверк разбивает мгновенно эту Когу, независимо от того, какое количество у нас атак требуется для разбития. И союзники у нас также имеют определенное количество атак для того, чтобы разбить эту Когу. Знаете, вот максимальный абуз, который вот делали вот, и до сих пор его, если честно, делают. Коги качаются на первом левеле у Клокверка и под фонтаном стоят и абузятся душу. Вот стоят ребятки и абузят душу. То есть Клокверк у нас создает вот так вот Когу. Раз. И два. СФ добивает и получает душу. И вот такой вот небольшой абузик у нас получается. За Когу дается душу. То есть вот так вот на базе делают. Поэтому, ну я к чему вообще эту тему говорю? К тому, что у нас персонаж мгновенно Когу разбивает, а оппоненты, конечно же, и союзники разбивать будут в зависимости от уровня прокачки. Ну и что ж. В чем приколюха? Это основные моменты, которые нам нужно знать. То есть Коги у нас закрывают оппонентов и можно закрыть еще союзников. Ну или просто кого-нибудь отзонить. Насчет отзона. Смотрите. Данная способность у нас, когда ставится вот эта шестерня, она отталкивает в определенном радиусе. То есть отталкивает она на 250 единиц. Отталкивает на 250 единиц. При этом союзники должны... Ой, союзники и оппоненты должны подойти на радиус 150 единиц. То есть примерно почти в упор. Ну соточка даже. Чуть-чуть ближе. И тогда Кога у нас срабатывает. Или вы просто сами на Клокверке можете вот так создать Коги и оттолкнуть. При этом, как видите, вот эти Коги уже не работают. Они не ресторятся. Они с новым появлением обновляются. То есть если у вас уже оттолкнула вот эта одна Кога, то она уже отталкивать не будет. При этом, когда одна Кога отталкивает, она сжигает ману и наносит урон пропорционально уровню прокачки. Это важно знать. Эта способность у нас сжигает ману плюс наносит урон. Это годно против Леориков. Допустим, даже против Антимага пойдет. Я видел таких Клокверков, которые специально брали и спамили эти Коги для того, чтобы сжечь ману оппоненту на лайнинге. То есть вы крепитесь, крепитесь. Ага, такие раз подошли, чувствуете дистанцию. Но видите, я сейчас не почувствовал дистанцию. Я думал, если честно, что его не зажмет. Как видели, его даже портануло немного ко мне. Обычно эта тема может сработать так, что вы просто возьмете и оттолкнете оппонента. Тем самым сжигая ему ману и нанося урон. Ну и что ж, давайте поговорим по уровням прокачки. Длительность у нас тут прокачивается. Конечно же, прокачивается сжигание маны и урон. Они у нас пропорциональны. И, конечно же, количество ударов для того, чтобы уничтожить одну такую Когу. Ну и что ж, смотрите. На первом уровне длительность Ког 5 секунд. И сжигает ману и наносит урон 80 единиц. Маны и 80 урона наносит. При этом требуется 2 атаки для того, чтобы разрушить одну Когу. Второй уровень 6 секунд длительности, 120 мана урон и 2 атаки для того, чтобы разрушить. На третьем уровне 7 секунд стоит, 160 мана урон. И потом у нас 2 атаки требуются для того, чтобы разрушить эту Когу. И на четвертом уровне 8 секунд стоят Коги. 200 маны сжигает и 200 урона наносит, в случае, если кто-то врезается в эту Когу. И, конечно же, требуется для того, чтобы разрушить одну Когу, 3 атаки. 3 атаки это уже серьезно. Это заставляет уже немного поднапрячься. КД 15 секунд, монокост 50, 60, 70 и 80 маны. Я уже тестил Коги, помните, в фишках, старых фишках, даже не старых, эти фишки буквально месяц назад вышли. Как работают Коги, допустим, на Тускара, на Агры и на микромоменты. И, на самом деле, я был удивлен, что Коги по Тускару даже пробивают вот эту неуязвимость, сжигают ману и наносят урон. Это, на самом деле, очень интересная механика. Но, кто не видел, я рекомендую посмотреть прошлые фишки, друзья. Ну и что ж, по-моему, я уже, в принципе, все сказал по данной способности. Надеюсь, ничего не упустил. Ставятся Коги, зажимаются у нас оппоненты или союзники. Союзников не руиньте, друзья, в лейтгеме. Если видите, что кто-то вгрызается, не мешайте, желательно. Можно подобуживать этими Когами, но за это можно влететь в бан. Клокверк может зажимать крипов. Когда крибы идут, вы можете поставить Коги и заблочить этих крипов. Они здесь остановятся. Но за это вы можете получить бан. Так не делайте. Потому что это ломает механику игры. Я предупредил, друзья. Предупредил. Ну и что ж, определенное количество у нас атак требуется для того, чтобы разрушить длительность. И, конечно же, сжигание маны и нанесение урона. Также оно пропорционально уровню прокачки. Маленький монокос, друзья. Очень-очень хорошая способность для того, чтобы душить. То есть вы выцепляете кого-то, выцепили СФ, ага, зажимаете. И СФ такой не знает, что делать. Он попытается разбить Когу и выбежать. Да даже, может, даже и не попытается Когу разбить. Некоторые ребята теряются. Теряются и не разбивают. Ну и что ж. Вот такая вот у нас способность. Кстати, по-моему, я не говорил про Хоткей. Хоткей у нас С. Поехали на третью способность. Вроде тут нечего рассказывать. Ну что, друзья. Самое время поговорить у нас о третьей способности. Это Рокет Флэр. И, конечно же, что она у нас делает. Сейчас я вам поведаю. Хоткей у нас Р. Прокачали данную способность. И дальность применения у нас в этой способности глобальная. Конечно. Вот такая вот запускается у нас на Кокверке ракета. При этом вы ее можете даже выделить. Но ее нужно поймать. Вот я ее поймал. И она летит у нас на определенное место, куда мы указали. После того, как она у нас сюда прилетает, наносит урон, она будет давать вижен в течение 10 секунд. Это очень хорошо комбинируется с нашим ультимейтом. То есть вы можете использовать эту способность на такую, на разведку. При этом, когда она пролетает, ракета, она также дает вижен. И где она взрывается, она также дает вижен. Это очень-очень годно. Надо запомнить, что 10 секунд у нас дается там вижен. И радиус у нас, конечно же, этой ракетки 575 единиц. И при этом, смотрите, урон у нас тут есть. Урон разный. По уровням прокачки он такой. На первом уровне 80 урон, на втором 120, на третьем 160 и на четвертом 200 уронов всего. Маленький урон, но импакт есть с этой способностью. Он лютый. Это то, что дает вижен. Вот он самый импакт с этой способностью. Ну, урон, конечно, на ранней стадии, ну, нормально, приемлемый. Что ж, смотрите, по КД у нас 20, 18, 16, 14 секунд и монокост 50. Вы заметили, кстати, у Клокверка очень хорошие монокосты. Реально, вот такие. Ну и что ж, это у нас магический урон. В БКБ не будет работать. Вторая способность у нас тоже магический урон. Но она там работает иногда через Блэкинг Бары. То есть как? Работал, например, на Тускар. Через БКБ она не должна, эта способность, работать ни в каких случаях. Потому что Найкс подходит, Найкс ломает, Найкс грызет. Эти Коги прям на жестком уровне. Ну и что ж, по данной способности, друзья, в БКБ она, естественно, работать не будет. Можно вот так вот, кстати, забагать. Кто не знал, я показывал это тоже в фишках. Рекомендую посмотреть вам фишки. Вы можете вот так вот сделать вот эту вот ракетку. Вы можете ей вот так вот немножко тут подуправлять. Она тут будет висеть. Как я это сделал, узнаете на фишках, которые я уже выпустил. Ну, я оставлю, наверное, по ссылке в описании, друзья. Ну и что ж, в принципе, это все по этой способности. Дает глобальный вижен. То есть глобальный вот АОЕ, вернее. Вижен глобальный не дает. Ну и что ж, смотрите, вот сюда залетает. GG! И все. Кстати, эта ракета еще по неподтвержденным может заблокировать кэмп, если четко пролетит в хитбоксе кэмпа. Это другая история. Поехали уже смотреть ультимейт. Он у нас очень жесткий. Итак, друзья, самое время у нас, конечно же, рассказать о нашей ультимативной способности. Это у нас хукшот. Как вы можете обратить внимание, у меня тут три клокверка. Вообще это все не просто так, потому что меня вообще выкинуло с тестов. Ну и ладно. Три клокверка. У первого клокверка у нас хукшот первого уровня, у второго, соответственно, второй. И у третьего, соответственно, третий. И у нас тут стоит три эсэфа. Три эсэфа, которые... Ладно, четыре. Окей. Четвертый. Это наш. Тут я просто так на дискотеку его вызвал, чтобы можно было немного койла понадрачить. Ну и что ж, три эсэфа основных, которые у нас сигнализируют о расстоянии, дальности применения этой способности. То есть расстояние закидывания этого хука. Оно у нас, естественно, тут разное. Это для наглядного примера. Ну и что ж, давайте разбирать данную способность. Окей. У нас Т. Дальность применения у нас в зависимости от уровня прокачки будет меняться. Две тысячи, две пятьсот и три тысячи. Как вы видите, эсэфы стоят в ряд. И, соответственно, уровень импакта вы также можете увидеть. Также у нас тут есть Аганим. О Аганиме чуть-чуть позже мы поговорим. Давайте разберем в целом, что у нас вообще делает хукшот. Хукшот у нас направленная способность куда-то вот сюда. Допустим, мы к эсэфу нажимаем. У нас Клоквер прилетает. Дает у нас немного урона, конечно же. Отправляет оппонента в стан. Ну и, в принципе, все. Более ничего не происходит. Тут также по уровням прокачки это все описано. При этом еще хукшот у нас нанесет магический урон. И работает у нас хукшот через БКБ. То есть вы сможете какому-нибудь БКБшному юниту застанеть лицо. Это очень важно понимать, друзья. Ну и что ж. Самое классное изменение, которое у нас тут есть на этой карте, на 85-й, это то, что мы игнорируем эту тему. Мы можем цепляться куда угодно. Мы можем цепляться к союзникам, к союзным крипам, к нейтралам. Что очень важно. На 83-й карте к нейтралам вы не прицепитесь, пока не купите Аганим. Насколько я помню. Потому что 83-ю карту я уже давно не разбирал. Ну и что ж. Давайте разбирать уровни прокачки. На первом уровне у нас 2000 расстояния полета, 100 демеджа. И, конечно же, 1 секунда стана. Я извиняюсь, что так вот заговорился. Сорян. На втором левеле 2500 расстояния хука. Потом 200 урона и 1,5 секунды стана. На третьем уровне 3000 расстояния, 300 урона и 2 секунды стана. При этом КД 70-55-40 секунд. Монокост 150 маны. Радиус захвата у нас ультимейтом 125 единиц. Это важно понимать, друзья. Потому что у нас Клокверк должен же куда-то зацепиться. И вот этим кончиком, который у нас... Давайте сейчас мы покажем. Вот этим вот кончиком. Вот этим вот кончиком. Радиус захвата 125 единиц. И радиус урона плюс стана у нас 175 единиц. Это тоже важно понимать. То есть у нас ультимейт он массовый. Но в очень маленьком радиусе, друзья. Ну и что ж. Еще у нас с уровнями прокачки скорость хука также возрастает. Это мы сейчас вам тоже покажем. Давайте время пропишем. И вот так вот смотрите. Как этот хук полетел медленно. Как этот побыстрее. И как этот очень быстро полетел. Но, естественно, прицепился у нас к дальнему СФ. Вот такая вот у нас жесткая, друзья, способность. Я считаю, что Клокверк один из лучших персонажей в игры Доту. В игры... В игру в Доту. Вот так вот будет правильно сказать. Потому что я люблю вообще. Я просто обожаю мобильных персонажей. И этот персонаж, он настолько мобильный, что я просто не знаю. Ну а что нам улучшит Аганим, спросите вы, друзья. Аганим у нас, во-первых... Давайте купим его. Итем 300. Смотрите, у нас появляется вот такой красивый эффект у Клокверка. Реально очень красивый. Такая у него такой хукшот. У него вот этот вот, который в конце там цепляется. Он у нас такой вот красивый становится. И, конечно же, у нас уменьшается КД. К сожалению, только КД у нас уменьшается на эту способность. 12 секунд калдауна у нас способится... Становится на ультимейте. И вот такая вот у нас тема. Более ничего не улучшается. Но это улучшение с КДшкой вообще годное. На самом деле, посмотрите просто, какие у нас калдауны без Аганима. И какие калдауны с Аганимом. Типа 40 секунд или 12. Конечно же, стоит брать Аганим. Ну и что ж, друзья. В принципе, по нашему персонажу, по нашему Клокверку, теория, я считаю, что окончена. Я сегодня вам многое рассказал. Не забудьте про фишки, которые по ссылке в описании, чтобы посмотреть, как работают у нас Коги. Ну и, в принципе, все. А, кстати, еще есть такой момент. Момент, когда Клокверк у нас пролетает, когда вот просто вот... Ну, я попробую сейчас это сделать, но не факт, что получится. Смотрите, как попробуем сделать. Давайте попробуем прицепиться к дальнему эсэфу и этим эсэфом вот попробовать пройти в радиусе. Давайте. Когда Клокверк будет пролетать, если вы проходили во время этого хукшота, вы также получите урон и улетите в стан. То есть, эта способность, она помимо того, что вот так вот вы пролетаете, и во время вот этого хукшота, если кто-то будет проходить, то он также получит урон и достанется. Ну и что ж. Что я еще упустил? Конечно же, я упустил, что Коги у нас душат инвизных. То есть, если вы поставите Коги, в Коги может кто-то инвизный прилететь, оттолкнуться на... Ну и, конечно же, Рокет Флэйр также в инвиз будет шандарахать. Ну и ультимейт наш тоже будет бахать в инвиз. Но он работает так, что в инвиз он залетает, персонажа он бывает иногда не встанет, и персонаж просто уходит. Так что, вот такие темы. Ну что ж, друзья, надеюсь, теория вам понравится. У нас есть тут сегодня, конечно же, несколько игр на Клокверке. Сыграем, конечно же, на второй позиции, на третьей и на четвертой позиции. Но данный персонаж это строгая тройка, друзья. Ну поэтому в тройке постараюсь вам максимально объяснить, как лучше стоять в хард-линии. Поэтому, друзья, желаю приятного просмотра. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что лайкаете. От души каждому респект. Не забывайте, что на канале очень много гайдов. Их нужно всех посмотреть, чтобы не задавать вопросы, друзья. Все, всем респект. Поехали на жесткую практику. Что ж, друзья, загружается у нас игра... Блин, я так лохтем ударился. Загружается у нас каточка на Клокверке. И что ж, сегодня мы играем, конечно же, в троечке. Потом по основным, по другим ролям пройдемся. Клокверк это у нас вообще тройка. Это жесткая тройка. Поэтому хард-линия полностью в нашем распоряжении. Накидываем веточки на лицо. И пишем хард-линия, друзья. И стоять будем хейл. Что у нас по контр-пи-комменду этого героя? Этот герой у нас, в принципе, он имеет небольшое количество армора. Но это силач. У него будет нормальное количество хитпоинтов. Некролайта нужно будет побаиваться. Но в ранней стадии вообще бояться нам нечего. У этого персонажа ранний пик силы. Кто не знает, что такое ранний пик силы, конечно же, рекомендую посмотреть видос по позиционкам. Что по затару? Вот так примерно берем и идем в хейл. Основная задача хард-линии. Вы помните, какая у нас тема. Это проблочить сначала крипа, потом монетку мидеру оставить. Все сделать как нужно. Баланара мы тут законтрим. В любом случае, если мы будем максимально на опыте, то есть на опыте, на экспириенсе. И от того, что мы будем подблочивать крипа. Правильно, надеюсь, все получится. Простопим. И что у нас будет получаться, уже посмотрим. Хорошо. Так, ну и что у нас получается? Обузим. Договорился с пацаном, как обычно, чтобы он не пофидил. Посмотрим, сколько раз он не пофидит. Хускар. БМ сразу. Хускар это БМ. Рикимару это Дасты. С задушим, думаю. Думаю, все получится. Думаю, все получится у нас в этой катке. Ребятки, кто пишет в комментариях, что я сижу, обужу, запускаю там подписчиков, они сами фоловятся. Я стараюсь их кикать постоянно. Вот я вот, я не знаю, я даже приватку сначала пишу, жду, пока зайдут всем, напишу, ребятки, я соло пойду и покикаю всех. Чтобы никакой дурачок не писал потом, что я там обузом занимаюсь, вот нафиг мне это нужно еще, обузы какие-то делать. В моем интересе играть с новыми игроками для того, чтобы нажимать F4. Нажал F4, ребята поблагодарили, подписались и смотрят качественные видосы. Так, друзья. Рубик, кстати, будет проблемой, знаете какой? Тем, что он дает массовый Magic Resistance. Magic Resistance массовый это очень жестко тем, что у меня способности наносят магический урон. Фускару я ничего не буду наносить, абсолютно. Фускару вообще ничего не буду наносить. Далее, что нам нужно? Нужно будет 100% на БМ. Тут пассивный урон у нас с Гиролета идет и пассивный урон идет с Фускар. Ну, сейчас, наверное, погнали по душам. Ну, чарж нажми-то. Ты чарж не качал, что ли? Господи, братрум. Не думал даже нападать, но я уже весь первый бросал. Я уже весь первый просрал, он только додумался кинуть чарж. Застанил бы сразу же, подошли бы, побольше урона нанесли, чарж еще раз бы откдшился. Не тяните, ребят, вот так вот. Бара сразу должен был набежать, и я крипа не проблочил. Ладно, микро вот эти моменты. Сейчас попробуем перетяжкой забрать деда. Перетяжкой сейчас покажу как. Нужен оппонент на линии. О, как хорошо. Вот этого сносим. Бара будет тычковать, да, походу? Это очень плохо. Вот это очень плохо, что братрум стоит автоатачит, и поморгать ему как дурачку надо, потому что, ну, парень просто руинит мою линию. Я буду стоять под тавором против балонара, походу, да, и против гиролета. Да, очень плохо. Зачем, зачем ты мою линию фармишь? Просто уйди отсюда, и все. Я сейчас буду вынужден очень близко стоять к оппонентам, потому что он запушил мне линию. Никогда не автоатачи, ребят. Вот видите, как делает Бара? Это неправильно. Вы встали и начинаете бить крипов. Это не нужно. Это не нужно, ребятки. По раскачкам, что мы тут будем делать? Конечно же, первый максим. Второй в разочек берем стопроцентно. Нет варианта у нас не брать его в разочек. Даже убейте его нафиг, Баратрума этого, глупышку. Я даже, наверное, помогать не буду. Ну, это неправильно с моей стороны тоже не помогать ему. Несмотря на то, что он такой, как бы, ну... Ну, я ему написал, типа, зачем ты бьешь? Бара, Бара, не бей крипов. Вообще. Вот так вот напишем ему, надеюсь, он поймет. Просто тоже неправильно с моей стороны его, типа, похоронить там и тому подобное. Ну, это реально неправильно. Это неправильно. Постараться научить, если не понимает, тогда уже, ну, как говорится, бить палкой. Все, и крипы пошли на меня. Отлично. Моя задача была это вот вот эту тему сделать. Чтобы я стоял в стороночке, и крипы уходили под тавыр. Все будет у нас огонь, ребят. Будет экспириенс у нас, у нас будет золото. Это залог успешной хардлинии, когда вот так вот линия идет, когда Керри не смог удержать крипов. Керри не смог удержать. А мы сможем. И все, здесь стоим. Первый артефакт. Сапог. Урна по-любому будет. Но тут баратрум у нас есть. Возможно, без урны придется играть. Берем первый. Берем первый. Так, крипы. Сюда, не надо туда идти. Все, и не пушим. Стараемся максимально делать вот так вот. Просто переаграми подфармливаем. Как переагривать? Я тоже показывал. Все должны это понимать. Оп, отлично. Когда вы добиваете против двоих персонажей одного крипа, очень мало экспириенс там дается, ребятам. Очень мало. Настолько мало, что они просто даже экспы почти не дается. Нам нужен срочно сапог. Для того, чтобы кого-нибудь тут поддушить. Оп, хорошо. Вертика я, кстати, убью. Если подловить его. Суета такая происходит. Попробуем сбалансить крипов. Бросили они там кемпы. Щиток можно взять. Если против вас милишники, не забывайте брать щиток. Очень годная тема. Мне нужен сапожок. Ракету верт поставил. Молодец. Будет бычить, да? Но я не хочу сильно получить урона от ракеты, поэтому нужно будет... Они меня собрались убивать, да? Когу разбить можно. Хорошо. Хилл в атаку. Ну, пойдет. Могло быть и хуже, на самом деле. У Балана Романа сожглась еще. Могло быть и хуже. Нам нужен закуп, ребят. Нам нужен закуп. Так, у Балана Романа ночь. Тем временем. Нормально. Как я и говорил, а я не говорил, к сожалению, тут... Тут я не говорил в этой катке. Это уже вторая игра у меня на Клокверке. Иногда можно поставить Коги так, чтобы поджать оппонента, как в данный момент сейчас и произошло. Поджали, под тавр подтащили и убиваем. Очень хорошо все получилось. Восполняем хитпойнты немножко. Почти у нас есть урна. Я не видел, у Бары есть урна или нет. Но мне урна тоже необходима. На самом деле, на Клоке не знаю, как без урна играть. Но сейчас, скорее всего, меня будут убивать, да? На мне дикое замедление. Я бы не подбежал поближе. Тогда зафармим крипов с первым быстренько. Зачем инвокер пришел, я не понимаю, если честно. Инвокер бросил линию на пятом уровне. Абсолютно неадекватное действие. Неужели ему настолько плохо там, по лайне? Где пришли сюда? Ну, классика жанра. Ну, нету, нечем помогать пока своей команде. Нету хукшота. Низ бросили, мид бросили. Пришли зачем-то на топ. Непонятно, неадекватно. Ну, да ладно. На топе все хорошо. Хардлайн так и должен быть. В постоянном просаде. Моя задача это пропать экспириенс. Мой персонаж имеет специфику. Такую, что мне не нужны артефакты. Мне нужен только левел. Я даже с сапогом смогу внести импакт. Попав хукшотом, закрыть и наносить первым спеллом урон. У меня персонаж, так сказать, вот именно вот такой вот специфики. Очень мало персонажей в доте таких, которые могут вносить импакт, не имея артефактов. Также к этому персонажу может относиться еще шаман. Шаман кинет сетку, если у него просто сапог. Конечно, кинет. То же самое, Леон, просто под дизейбл и все. Ой-ой-ой, сейчас будет плохо мне. О, не было нарубок, плохо. Нормально, сейчас убьем его. Хороший относ, нормально. Душа. Все, зажали в коге, он сейчас попытается разбить и уничтожиться просто. Рокет флэр, ага, Рубик пришел у нас тут. Через что будем играть тут? Я играю на этом персонаже через фейзы. Не знаю, мне через фейзы комфортно тем, что есть большой стрейф. Стрейф. Очень резкий. Мана у нас есть. Фазы наколотим сейчас. Очень активная линия. Против кого стоит? Против Рубика инвокер стоит. Вот это я немного не понял сейчас, зачем Рубик пришел ко мне на линию. Ой, Рубик. Инвокер. Видимо, все по очереди. Все по очереди приходят постоять. И надо внизу фрифарм, да? На четвертый левел, парень. Четвертый левел. Надо будет сбегать. И на низ. Хорошо. Ракетку берем в разочек. Раскачиваем именно первый, как я уже говорил. Самая основная задача на Клокверке, друзья, это апнуть уровень до седьмого. И начинать уже играть в доту. Так, ну вот это мне не нравится. Ракетки по кд. А сейчас пол лица отлетит у меня. Ну я ману восполню хотя бы до 220. О, так можно было вообще ее откайтить, да? Нормально. Все, минус урна. Минус урна. Вон вард поставил. О, так можно убить. А что отменил? Ладно, я понял. Опача. Вот этого пацаненок наш уже. И Акоги ставить не буду, маны и так нету. Ладно, поставим. Умрет. Бара задушит. Хорош. Еще раз урну кидаем Баланару. Я могу нажать манго и... Нет. Это уже поздно. Я нажал манго, хукшотнуть хотел. Оп, хорошо. Да верно. Урну не дали. Убара урна. Это очень плохо, когда две урны на команду. Очень плохо тем, что... Вносишь импакт. Опа, а урны не дали. К сожалению. Ну что, надо идти на базу, ребятки. Подходим. Все, ушли. Уходим на базу. У нас очень сильно не испушится. Берем себе два Блэйда Фалакрити. И берем чейн-мейл. Опа, у нас спик трафика, да? В итоге керри нету, да? Получается так. Все, фазы есть. Сейчас тпшечку. Желательно бы еще... Стик нам и... Опа, найс, прибежал. Тикнули пацана. Ну давайте возьмем щиток с него. Новый сезон, друзья. На самом деле тяжело тем, что... Ребятки заходят. Непонятно. Хороший игрок, нехороший. Блин, нам желательно бы душить что-нибудь. Не спушиться. Давайте сюда подойдем сейчас. Сюда подойдем сейчас. Оп, вприхукшот вообще. Знаете почему? Потому что он пошел. Такое место. Куда стопроцентно он умрет. Где именно он умрет стопроцентно. Очень много хп просадил. БМ нужно срочно. Так, нас остается 4 керри. У нас нету. Но это обычная катка. Не знаю. Посмотрим, через что будем собираться. Вносим импакт. Как видите, уже девятая минута. У меня, в принципе, все нормально. 3.02 для хард-линии. Это очень хорошо. Хард-линия, напоминаю. Это хард-линия. Ребятки, это где тяжело стоять. Тяжело именно. Нужно не нафидить. Прапать экспириенс. И желательно еще по возможности что-то подфармливать. Но это нужно делать аккуратно. Это нужно делать аккуратно. Берем робу. Хорошо. Ну, туда ракету ему. Ну, там еще и Рики. Рожь. Тычку его. Нету ракеты пока помочь. Нету ракеты помочь. Да, побежит. Вот сюда, наверное. Но, скорее всего, моя ракета будет быстрее, пацаны. Чекайте. Волл. Не попал? Не попал? По-моему, попал. Я должен был попасть. Неужели резисты подспасли? А, он отхилился же еще. Он зашел в ботл. Отхилился чуть-чуть. Я хочу выформить БМ и потом эти ребятам помогать. Без БМ и не очень будет импакт. Тем более там у Хуска почти армлет. Нанизу балла, да? Тяжелая катка будет, но я думаю справимся. Быстренько зафармить. Надо здесь сейчас уйти на базу и степешки играть. Вот, хорошо. Так что пока. Без БМа. БМ нужно срочно, ребят. Потому что там Хускар сейчас уже почти имеет армлет. Почти имеет армлет. Отлично. Давайте на низ ракетки покидаем. Постараемся чуть подпушить. И поддефить. Заодно. Все. Отходим. Давайте оттолкнем его Когами. Когами оттолкнем. Еще может умрет там на нем урн. А, нет, переключил. Нормально, выживет. А я тоже живой. Это радует. Главное мне выжить было. Там уже все остальное. Когами оттолкнули аккуратненько, паренек, в шоке. Куда пойдешь? Вот сюда пойдет, да? Давайте закинем. А, не пошел. Плохо. Но у него все равно реген. Я бы не убил его. Ладно. Так, Хускар у нас на топе. Скорее всего, сейчас сделаем ТП на Хускара. Давайте возьмем еще маны. Дополнительное место щитка. Вот сюда, возможно, пойдет, я думаю. Надо с ребятами играть. Помогать надо. На топе. Крипчиков много. Хускара через БМ будем убивать. Будет убиваться просто парень. Основной артефакт на Клока у нас есть. Это Блэйд Мэйл. Когда вы зажимаете кого-нибудь, там очень много урона. Пуск стоит. Готовится к атаке. Хорошо. Отлично. Дабл килл. Коги. Опа-ча. Вот этого пацаненка. Давайте душить тогда. Джи-джи. Надо на бейте. Джи-джи. Жестко. Жестко. Я думал, будет получше. Пойдет. Го на базу. Пойти левел трапаем. Хорош. Отлично. По КД хукшота будем играть тогда. Бегаем на базу. Что нам остается делать? Урну нам не дали, как обычно. С урной я бы мог поддушить. Бара имеет урну, а толку? Все стороны у нас пушатся. Все стороны пушатся. Пуск на миду. Уловый. Сейчас, скорее всего, у нас выйдет на Баланара. Очень долго это. Очень долго. Бара у нас выехал. Я хукшотить не буду. Под барой. Замутим все дела. О, так вообще отлично. Вот так вот. Отлично. Там в Паруне кто-то идет, да? В гиролеты. О, Рубенчик. Чарж украли. Давайте возьмем Point Booster. Тут, пацаны. Это иллюзия. Это иллюзия. Где-то настоящий должен быть здесь. Next Artefact это Аганим. Это тоже иллюзия. Это настоящий. Ай, как хорошо застанел-то. Ну, я еще дал кнопку. Надо уходить, ребят. Очень опасно. Очень опасно. Попробуем обмануть. Давайте ТП сделаем. Очень страшно тем, что очень много оппонентов рядом. Очень много. Ракета сюда наниз. Ситуация плохая. По игре мы сейчас проигрываем, но нас в меньшинстве у нас нету кора. И мы еще и прогуливаем игру. Можно так попробовать задрочить его. Пуск проблема, конечно. Еще ракету туда же, пока Кату будет бить. Не факт, что убью, но можно попробовать. Подзадрачить просто. Два ракета. Следующий примерно сюда кинем. Ну, чуть выше даже. Можно вот сюда даже. Оп, а я попал. Бежит. Знаете, вот сюда кинем. Мансить будет. Мансить будет. Рокет флэр. Хорош, ТГГ. А я не убил там пацана. А Крубик готов. В душе его. В душе. Ай, СССР-ка плохая. Ага, урна зарешала. А еще прикиньте, если бы гиролета добил ракеты. Вот это был бы Камбутск. Я понимаю. Это был бы Камбутск. Ладно. Так, Огр Акс берем. Почти есть у нас Аганим. Это очень хорошая вещь. Входим по лайнам. Подфармливаем. Вообще низ там баланар фрифармит. Но у нас нету хукшота пока что, ребят. Туда сейчас кто-то будет делать по-любому ТП. Возможно, даже гуралет какой-нибудь. Подкинем ракетку. Просто так. Так, у нас низ будет пушиться, да? Ладно, не будем рисковать. О, хуск. Сейчас он будет на него прыгать по-любому. Подстан. Не хочу лезть. Но это ГГ. Так не пойдет. Так не пойдет. Так не пойдет. Вон, на базу. Так не пойдет. Бара должен был уходить просто. А не надеяться на нас. Там нужно оценивать ситуацию бодро. Четко, аппетитно. На что Бара рассчитывал, что я в крипов туда хукану или как. Ну вот, немного непонятки. Ой, Джи Джейнвокер. Задушит. О, Дипуза, Нарики. А тут, возможно, луз в этой катке будет, если так будет игра идти. Очень плохо все идет. Оппоненты душат. Паратрумчик не сильно играет. Инвокер не душит. Лунные колодцы ломать надо. Пока фармим, посмотрим. Потная игра будет, возможно. Я постараюсь сделать все, что от меня зависит в этой игре. От моей тройки. Что от моей тройки зависит, все будем делать. Огоним нужен. Выформ. О, там санстрайк. Пацана. Это очень плохо. Это очень плохо, что там санстрайк. Сейчас бы мне звонить. Так, еще ракету туда. Я хилл хочу накинуть. Чтобы исключить вероятность смерти санстрайком. Пойдет. Так, 800. Золото. Варды стоят. Балнар, кстати, варды по них. О, еще и ночь делать, баланар хочет. Красавчик. Так, ну что? Если они все в пятером будут, безогонима хреново. Надо вместе как-то. Завдебавил. С тебя он. Всю эту тему. Оп, добить. Урну кинул. Тастов нет. Рикки с себя скидывает постоянно. Рощ. Иди сюда. Как хорошо, что у меня фейзы. Включаем первый и бежим на фейзах. Это мой клиент. Джи-джи. Хорош. Хорош. Отлично. Есть у нас аганим, ребят. Пока ситуация не очень, но мы должны вытащить ее. Следующий артефакт на самом деле может быть радиенсом для того, чтобы затянуть эту игру в лейтгейм и выйти в керри билд. Вот это основные артефакты, через которые я буду играть каждую игру, потому что без этих артефактов мой персонаж не такой актуальный. Без этих артефактов, друзья. Следующие артефакты, которые нам нужно сделать, это дефолтные артефакты. Ну, конкретно, смотря по пику будем отталкиваться, возможно, сделаю радиенс для того, чтобы выфармливать более агрессивно, более жестко и выйти уже в конечный какой-то билд для того, чтобы задушить. Ой, найс, мансуешь. Отмансовал хорошо, кстати. Ну как, это рандом был, безусловно. Это был рандом, но безусловно. Хорош. Я люблю плотно решать, бэмси уничтожаются просто. Так, мне нужен вижен, дай мне вижен, пожалуйста. Зачем стелить, я же добиваю. Ай, криса, аэзи. Вот как-то так. Что-то на ману можно сделать. Вообще, можно линку сделать тут, в принципе, линку. Он даст, даст и не дает, дастами пользоваться. Сразу себя снимает. Но он очень много тратит, на самом деле. Эта карта не там, где диффуза можно прапать. Так что, такое дело. Я на базу через тпшку пойду. Вообще, можно гем взять. Давайте возьмем гем, тпшку. Мы, в принципе, не умираем. Мы не умираем. На топе у нас много крипов. Давайте покидаем ракеты. Две ракеты от Дефлина. Актарин можно будет сделать. Радик Актарин. Этот билд первый можно так сделать. Расставить его так. В принципе, попробовать как-то под душу. Так, Рики, пять диффузов. Пять диффузов у Рики. Давайте на низ пройдемся, на Рики Мару. Почему нет? Рики не будет. Ну, хотя он может, знаете, что он может отблинковаться. И я могу прогуляться в комбинации. Поэтому нужно дождаться, когда он отойдет от крипов. Чтобы было соло-таргетно. Чтобы пацан не смог никуда уйти на блинкауте. Мы прождем тогда. С крипами вся эта контора будет. Это очень плохо. Хорошо. Опять урну не дали. Вот зачем Барри три урны, если он их юзать не будет? Эх, печально. Так, ну что там, яулечка, да, имеется у нас. Вот он. Вот их. Фармим пока. На Радик. Инвокер спереди идет. Когда вот так вот идут, очень плохо, что я не смогу четко хукшотнуть. А что отменил? Ой, господи. Зря ты отменил. Вот нахрена отменял? Вот это непонятно. Неадекватное действие от Баратрума. Идем в ганг, цеплять. Мне нужно зацепить. Там на рандом я уже хукать не буду, конечно же. О, там еще и хуск, это очень плохо. Надо тпшку делать. Хорошо. Разменяет кого-нибудь? Найс. Разменяли. Да Баланара тоже убит. Хорошо. Могло быть и лучше. На самом деле. Была бурна. Скажете вы, зачем тебе урна в такой ситуации? Нормалин, ребят, нормалин. Хорошая ситуация. Сразу не растерялись. Рубик отдал мне телекинез сразу и ушли на дп. То, что необходимо нам нужно было в этой ситуации. Мы смело это сделали. Топ, атаку. Полторы тысячи золота у нас на кармане. К сожалению, ничего мы сейчас не приобрели за драку. Но мы разменяли одного Баратрума в три персонажа. В Кора, в Мидера и еще в Хардлайнера. Ну, у них почему-то Балнар, конечно, вы зеленье стоял. Несу. Все, дофармливаем. Вернее, фармим. Можно тут выразиться так, потому что... Вот сейчас опасно нам, опасно. Хотя... А, они на низу. Го-го-го. Они на низу. Они на низу. Го-го-го. Они на низу. Нет, нечего, нечего бояться. Балнар, Рубик, внизу. Все, типа, смысл бояться. Все, крипы подошли. Можно выходить сзади тавера. Отлично. Просто отдают тавер. Это радует. Нам это сейчас очень необходимо, потому что у нас сейчас проблема в том, что у нас еще есть запас золота. У них запас золота ограничится двумя таверами, а у нас запас золота ограничится четырьмя таверами, которые еще стоят на лайнах. Поэтому это у нас небольшой камбэк может быть с этого. Как-никак никто, наверное, об этом не задумывался, друзья. Но вот эти тавера, они не просто стоят. Они дают золото всей команде. Дают золото кому-то больше, кто добьет. И они уже исчерпали это золото. У нас два тавера осталось. А у нас еще раз, два, три и четыре тавера. Вот тут четвертый. Эти тавера дадут еще больше нам. То есть пока у нас ситуация очень плохая, но эта ситуация может быть поправлена именно в тот момент, когда мы добьем эти тавера. Нам это даст дополнительное преимущество. Тысячу золота на команду. Просто тысячу. Давайте Рошана чекать ракеткой аккуратненько. Нету рошек. А ну они у нас в лесу ходят просто. В лесу ходят, пацаны. В ракету на низ деф. Мне кажется, они все в лесу. Первым, честно, не хочется идти. Не хочется вообще. Сейчас еще ракету вот сюда закинем. Надо зафармить. Абадон зафармит. Эх. Было бы хорошо, если бы я зафармил. Пару крипов, кстати, забрал я. Возможно, сделаем сейчас райдик, и БКБ нужно будет. Тупо влетать, но это уже чисто так. Опа, это настоящие. Это настоящие пацаны. Хорош. Честно, не хочу без БМа прыгать туда. Не хочу. А, БМ я не нажимал. Это радует. Вайнвокера нету кнопок. Это очень плохо. Так, через скрипов. Ой-ой-ой. Какой хукшот плохой сейчас был. Вайнвокера ничего нету. Но, мне кажется, эта драка будет вообще никак не успешной. Надо уходить. Мы не можем. Я уже хукшотом, если не попал, это уже джи-джи. Это уже джи-джи. Кускопрыгать я тоже не очень хочу. Инвокера, тем более, кнопок уже не было. Что у него там было? Алакрити. Я слишком сильно задайвил, и инвокер не такой мобильный. У нас сейчас на данной стадии игры. Откидываемся ракетами. Ситуация плохая. Ждем 38 секунд. Возможно, сейчас пойдут в ХГ. Форс увертам. Поставим Коги перед хайграундом. Это хоть как-то задержит их временно. На 8 секунд. Плюс-минус. Откидываем ракеты. 10 секунд ждем. Можно уже напасть, в принципе. На Искоге сработали. Так, у меня ракета прилетела. Ой, какой хук-шот. О, какой хук-шот. Видели это чудо было. Это просто чудо. Какой хук-шот. Просто. Просто какой же лютый хук-шот сейчас был. Так, на базу надо, да? Так, мы сделаем. Хорошо. Опа, Рикич. Сейчас ракетку на топ еще забираем. Фарм. Ракету примерно. Вот сюда зашвырнем. Должны забрать пачку крипов. Вах. Красота. Кайфуйте, ребят. Смотря видосы. Я сам порой кайфую со своих видосов, которые делал. Спасибо всем, кто их смотрит, кто лайкает, кто поддерживает. Ребят, вам всем респект огромнейший. И уважение каждому, кто поддерживает. Заходите вечером на стримы. Каждый вечер. 19 по МСК. Плюс-минус. У нас стримы. Стримы с подписчиками. Игры с подписчиками. Общение. Фан. Стараясь как можно меньше негативить. Потому что нужно поддерживать хорошую атмосферу в стриме. Это очень важно. И прежде чем, ребят, кто-то что-то будет писать негативное. Пожалуйста, подумайте несколько раз. Перед тем, как что-то такое писать. Потому что я стараюсь для вас в первую очередь. Контент для вас делаю. Поэтому спасибо всем за понимание. Так, есть Радик. Гоу, Т2. О, Рубенчик. А успею я? Успею, успею, успею. Дай, 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 пройти. Остановись спереди. Не попаду уже. Крипа тем более засадил. Ай-яй-яй-яй. Что там, Эдвиз что ли у него? У меня есть. Еще даст и есть у пары. Опа, кусики. Я из компании Арифлейм. Можно смело предъявлять. Хорошо. Радик есть, можно поесть. ЛТ2. Смело. Кпшечка бы. Урна есть в бары? Нет, он продал. Молодец. Молодец. Как хорошо, когда хоть чуть-чуть прислушивается к игровому процессу, потому что очень тяжело порой. Вот просишь что-то сделать, там убрать куру там или продать урну. Ребята не слушают. И, к сожалению, бывает так, что очень много руина идет с этой темы. Что next нам сделаем? Наверное, Тараску дефолтную. Да вообще, можно Акторин и Молнию. Это дефолтный билд будет на этого персонажа, потому что... Ну как дефолтный? Вообще, Тараска это дефолт. Но это 85-я карта, и тут дефолты могут меняться. Будет круче, если, конечно же, появятся Акторин и будет отхил у нас с наших кнопок. А именно, отхил будет с Радиенсой и отхил будет с Молнией. Это будет очень грозно. Дэмэджа очень много можно будет и наносить. Так, ну мне кажется, это зря Б. Б, крипов от зоны для всех. Нет, тут надо Б. Тут надо Б. Б. Тут надо Б. Рано еще нам. Еще рано. Все, уходим. Абадончик, ты горишь там? Давайте урну кину, вдруг уж не сдох ты. Коу-каталажки цепляемся. Кто-то на низу там был, можно было задушить. Баланар по-моему, да? Погнали. По лесу пройдемся, зафармим лес. Там хэгэ сыграть надо будет. Опа. Хорошо. Вот здесь ракету закинем. Чтобы видно было оппонентов. Вдруг будут подходить. А мы такие, опа, ракета там была 10 секунд назад. Все будет огонь. Так, вроде все нормально у нас сейчас. Выравниваемся, ребят. Вы заметили? По-чуть, по-чуть выравниваемся. Все будет хорошо. Главное идти. Уверенно. Где нужно отступить? Кого-то продать. Задефить. И с новыми силами пытаться поддушивать. Абадон крипов хиляет. А я хиляю баратруму. Непонятно. Ну, значит так надо. И гемчик нужно будет отдать Уокеру или кому-то. Абадончику. Ракета, видите, там тоже только что взрывали. Вот так вот. Сейчас travel, наверное, круто. Можно будет сплетить. Ага, на топе Рикич. Знаете, почему я сделал радиенс? Потому что радиенс это выход в лейтгейме. Я опять-таки повторяю. То есть радиенс я взял на фарм. Я чувствую, что игра будет долгой. Поэтому я взял радиенс себя. Все будет огонь у нас. Просто перефармим. Чуть-почуть. Туда-сюда. Возьмем travel. Сейчас давайте. С travelами будет, конечно, полегче. Я сейчас могу подпушить топ. Поддефить его. Если что, уйти. Аккуратненько тпшку. Нам тоже нужно носить. Время уже, так сказать, в лейтгейм выходим. Тридцать четвертая минута. Сейчас чуть-чуть подфармимся. Инвокеру дадим экспи. Потом ободончику чуть дадим. И, конечно же, будем уже тоже сильнее, плотнее. Без спектры мы их потянем. Я это чувствую. Там некого бояться. Гиролета с форстафом бояться. Но это несерьезно. Это несерьезно. Так, немного я опоздал. Опа-ча. Ага. Баланар видел меня. Но он все равно ночью хорошо видит. Речь о чем? О чем речь идет? Баланар что? Днем не видеть будет, что ли? Я вас умоляю. Эй-я. Вообще можно вместе сейчас собраться. Аккуратненько так. Как таракашки. Аккуратненько. Аккуратненько. Подпушивать. Подламывать. Аккуратненько. 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 Мы ждем вас. Вы где? А мы вас ждем. Вас пятеро. Если че. Надо Рошана чекнуть сейчас. Обычно, когда пишет вот так, значит не АПМят. Не АПМят. Вот как правило, когда играешь, АПМят. То есть вот я сейчас АПМлю в данный момент, я поэтому не пишу в чат. Когда вы пишете в чат, вы не АПМите. Возможно, там даже на Рошане. Нет. Хорошо. Нет. Ну тут вард надо чекнуть. А сейчас чекну. Инвок, работай, братец. Хорош. В принципе, у нас все хорошо. Губэ. У нас все хорошо. Ракеты на Рошана. В этой катке Кирасу, наверное, сделаем. Все-таки. Я вот думаю, что нужно как-то дамажить будет Хускара. Возможно, даже Сатаник придется делать. Возможно. Я не знаю. Тут нужно будет передамаживать. БКБшка у Хуска. Да, надо будет передамаживать. Поэтому пока фармим. О, влез сюда. Фармим. Нужно будет Кирасу. Хорошо. Полезу в гол. Щит как-то мало урона нанес. Типа. Абиссал. Абиссал Кираса. Хуск умирает. С руки я его передамажу. Тем более под Абиссалом, под Кирасой. 200 урона. Большой атак спид. Двокер может соло забрать рошу, боится. Нет уверенности у него. У него квас единичка, что ли? Двойку. Ой-ой-ой. У вас двойку. Это плохо. Я думал, у него квас хотя бы. В тройку. Это смех. Просто смех. Инвокер, конечно. На вексе, а пользуется бластом КВЕшкой. Вот это очень непонятно. Так, радиенс. Радиенс дает мне артефакт уже. Радиенс дал мне уже артефакт. Надо его купить. Фиг. Ко, наверное, возьмем сейчас Тараску. Вместо урны. Чтобы, если что, была возможность подхилиться. Актарин не будем делать. Хотя комбинация очень хорошая, но в этой игре она не будет такой актуальной, как была бы в другой игре. Поэтому в этой игре мы перетерпим эту ситуацию. Хорошо. Тараска есть. Отлично. Можно будет теперь прыгать. Но опасно, я могу разменяться. Но, тем не менее, уже время такое, что в любом случае я должен разменяться. Ага. Ребята там душат. Но инвокер не захотел. Инвокер не захотел. Сразу должен был сорваться. Кукув. Ой, кукув. ВВ, Ку, ВВВ. ЕЕВ, КВЕ. Сразу туда. Просто минус 5. Сразу. В рошпите. Ну, он неопытный, видимо, парень. Неопытный. Парень неопытный. Тяжеловато будет. Но соло будем играть. Так, ну, есть Тарас. Некст Кираса. Вместо БМА. Так, купим Абиса. То есть, Лайтгейм, люди выходят. Будем. Я подпушиваю. Ну, вакер не видел, сам написал. Я не видел. Ну, не знаю. Какие микромоменты сейчас... Вы знаете, как я играю? Честно, вот я поделюсь с вам очень опытным моментом игры. Вообще, в целом, в середине игры я 60% всей игры я смотрю на карту просто. Вот я сижу и смотрю просто по карте передвижения. И очень редко смотрю именно на героя. То есть, некоторые этим не пользуются. Это огромная ошибка. Мне кажется, нет смысла туда бежать. Я попробую, конечно. Гоу. За душем. Это наш клиент. Обдачь. А в хг, а не факт, что зайдем? Ну, попробуем. Я потанчу. Хорошо. Так, ну тут надо вот так вот делать. Хорошо. Отлично. У нас не спушится. Сейчас будем Хуска убивать. Заши его. Хорошо. У нас бот нам очень сильно проседает. Спектр вывести. Надо ломать. Хотя бы в сторону. Очень плохо. Баланар и снос. Баланар и снос. Надо уходить. Не хватает четвертого. Все равно нам. Но драку очень хорошо провели. У них аегис был. Значит мы сильнее. А чейнвокер не ушел, да? Беги. Ты че? Как инвокер не ушел, я немного не понял. Да ладно. Сейчас нужно будет гем кому-то отдать. Кирасу будем делать сейчас. Кирасу будем делать. Копот закупен. Хорошо. И в лес сейчас нырнем. Аганим мастхевеный предмет, я считаю, на Клок. Вообще пушечный артефакт. Так, у Рикки там в принципе ничего не до Рикки остановился в развитии. Полностью. Просто. Сейчас возможно цеплять будем. Хорошо. Наш клиент. Промах дала, толку нету. Уничтожу просто. Уничтожу просто. Это будет Кираса. Он не видел, что у меня там гем что ли? А я умру скорее всего тут. Нету ничего. Хорошо. Лол. Ганг превратился в ганг. О, и Хускара туда же, кстати, мы отправим сейчас. Зажимать не будем. Ганг превратился в ганг. Ганг превратился в ганг. Но это Джи-Джи. Пег. Вот это сюда. можно мне не эту штуку вот это подождите все есть ганг превратился в ганг так ну что ты польша все на топ мы уже сильнее прям овер сильнее как увидели дали чипалаху в лесу нормального такого хорошо закрываем убиваем у нас он меня вытаскивает скол это очень рады и могу пройти и могу пройти коге 5 кром чипал реки мара стой возьмите кто-нибудь с куры гем пожалуйста клок ворка решили убить злые злые пацаны блок ворк ободон погиб так скоро так кора никто не заюзал боже я написал в чате уру войкер возьми гем вообще ничего парень не видит тяжелая игра видимо для инвокера я не знаю ребят но на такие микро момент не обращать внимание тем более он сам написал что гем дай мне но они не видят ребят ну да ладно это не мое дело мое дело было вовремя свалить сломали топ я от пуши не сейчас говорит взял она бы отправлять не отправлю ну да ладно так ко мне ребята идут да вот сюда на проход ставим ракетку надо валить уже чувствую запах запах не того чего-то не того чего-то чувствую запах все топа них ломается ребят но потненько на вставочку жалко ничего не было еще но я думаю что нибудь замутим на вставочку конь 3 полкил красивый это хорошо все колеса фармили сюда вместо бм очень сейчас куда повисал конечно же обессал то дефолтные арты годных нас в этой кат с обессаланта мама не говорю можно вообще радик разобрать сделать обессал у меня в принципе обессал же есть давайте спеку поставим мы будем к ней портоваться поставил обессал у меня в принципе есть просто радик просто радик тоже хорошая вещь он еще актуален у меня он в инстаре лежит он актуален еще этот предмет башер давайте ну давайте сакры купим сначала не хочу радик разбирать час но можно разобрать на обессал можно я не спорю плод ласт хипер купил хипер хорошо так сейчас ночь у нас но ночь принципе всегда у нас будет потому что там была нарвая сыграя так 3 800 имеем б м чик продадим у нас принципе 1100 да еще гол продаем покупаем а пару бениус у лови в лови в лови в лови в лови в лови в лови ой нет меню опыт так можно три тычки задушина три тычки жесткие рубику с обессалом сейчас такой контроль будет так фармливаем belt остается у нас чуть-чуть золото неправильное дело что ушел в лес фармить надо зафармливать мин пацанам надо покликать что пацаны идите вы чё хорошо идем угол так есть почти до обессал давайте вот так вот сделаем попробуем разведочка по позицион очки патча реки мара реки мара серьезная заказ мадон я иду как и вся давать их узкую еще раз просто не а вот кирп с реки мара дерется на мне сайланс мне сайланс ребят будем цеплять час сюда ну пока закупаемся пока там брака идет хорош он его обходе убил тупо ай-яй-яй-яй ну хорошие убийства кит домой пойдет курочка не прогулять хорошо но не знаю на вставочка тут нечего вставлять пока что хорошо вот он обессал подъехал я даже не заметил какие трипл сделал на самом деле хороший билд сильный вышел то первая катка через стройку next там пойдем через центральную линию ребят уже будем какие-то другие билды делать но через стройку надеюсь я показал как в такой вот под на игре позиционироваться что нужно делать и как отыгрывать так что вот так друзья первая катка у нас такая без словом даже на самом деле не воспользуюсь давай вот сейчас воспользуемся а воспользуемся и сюда дорогой на хускаре сейчас бы хускара соло убивать ну что ж друзья первая катка у нас вот такая ждем когда реки мару у нас умирает и продолжаем next вы укатку пойдем уже через другие роли так ну что друзья загрузилась загрузилась у нас очередная катка остается у нас клокверк конечно же в четверкой и через центральную линию сейчас мы поедем поедем центр и я вам примерно покажу как нужно будет стоять у нас вот как раз таки будем стоять против инвокера как можно будет нагнуть инвокера я надеюсь курьера возьмут потому что будет очень напряженность у нас не будет курочки садимся по удобненько киберкатлет и настраиваем веб-камеру получше спросим у парней куры возьмете вы же помните я уже говорил что такое у нас клокверк локверк это конечно же три дефолтных артефакта которые у нас тут есть это дефолты это чисто бм чик обязательно бм чик обязательно курьер курьер которого я просто думал о курочке ребят бм а гоним и конечно же что-то типа сапога и все это то что нам нужно будет давайте возьмем вот так вот цешку все вот с таким айтемом идем на центральный выфармливаем сапог до третьего левела и все инвокер полностью наш не нравится мне вид вебки на самом деле че-то как-то вот так вот вроде нормалин так ну что друзья пикают там бару бару мы иди закончим надеюсь интересная игра получится то обычно сейчас начало сезона очень тяжело ребят гайд писать очень тяжело все просто выходят статистики у ребят там знаете 7 на 2 там 7 на 1 а все равно то есть заходишь начинаешь выигрывать они выходят просто а типа пофиг я кс напишу и все так самый жесткий контр пик на меня это вот этот герой в этой игре но хаос тоже кстати будет напрягать попробуем перекрыть вообще в у нас есть лордар и у нас есть баратрум скорее всего придется мне взять взять этот линку снайперща ну я думаю перекроем я думаю перекроем пацанов посмотрим но с лордаром не зря вот этот девятый слот взял потому что он написал лобби аркадий это ты там и все вот типа и все и после этого начинаются максимальные контр пики поэтому я стараюсь всех кикать а тут я уже не уследил во время старта уже парень написал куру 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 не будет да я мид иду и не плохо очень плохо поехали этого пацана надо ой как хорошо он стан отдал но не заберем да сколько выстрелов хорошо отлично хорошо танго есть еще курочку надо сразу ребят но я бы сапог себе ранее взял надо курьера взять курьера нету все на из инвокер на базу сходил у меня один крип в плюсе лошади не делает хорошо пойдет пойдет опа 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 все ждем третий левел давайте переагривать переагривать хорошо оп плохо но хорошо пойдет оп хорошо так инвокер инвокер линия у тебя запушена братец а это значит что ты будешь стоять у меня сейчас рядом с тавером мне нужно выформить сапог сейчас с этой пачки желательно 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 но видимо не судьба хорошо тогда попробуем подловить хорошо есть боится боится понимает что может быть когда я подойду к нему поближе крипов подстопить надо блин лучше надо было их отсуицидить они идут суицидится да на из их будем стопить спустим слоу граунда хорошо если на сапожище а пацана накажем но надо на тычковывает меня я не пожалел что я взял себе сапог сапог щиток вернее берем атаку делаем этих пацанов туда хорошо добивать не буду щас будем бычить бычиц или не будем не будем походу инвокер пошел на низ инвокер на низ пошел хорошо щас будем быковать ребята раскачка первый вкачали сапог взял гу 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 а из коги юслы скоги я прогулял так что очень сильный проказ свой но и реки пришел экспириенс просто стилит у меня сейчас это очень плохо зачем то поехала хорошо ну это соло реки просто иксти и экспириенс у меня подстиливает стоит не знаю зачем пришел парень парень пришел помогать я не стилель а мог так ботал сапог тут несет да так пойдет реки мару конечно лишний тут был согласитесь четко иллюзиями подставил дождался когда инвокер на мораль сядет из-за иллюзий и все фазы сделаем для стрейфа фазы для стрейфа и поехала хорошо хорошо долго кура летит так ванну возьмем так раз два манга манга не хватает хорошо фазы есть побежали на рунку сходим инвокер понял что чем-то не тем пахнет на топе у нас 3 2 1 ладно нифига ся ты мансанул чувачок ладно ооо животнич кукусики но он нормально мансанул кстати но типа это чисто рандом был это рандом был то что он сделал это рандом я сам виноват ладно пофиг ну животнич пришел забрал это в принципе по классике жанра как я люблю ребят которые пишут в чате выигрывать их намного легче намного интереснее намного приятнее чем они думают я так не люблю когда в чате пишут там если честно напрягают люди просто не играют они сидят чатятся это даже не по рофлу это это не по рофлу люди это люди так на серьезке всегда играют я не люблю писать в чате ребятки пишут типа о братан там гайд не гайд сейчас будет вам гайд не гайд товарищи нам нужны дасты вообще очень жестко не знаю зачем рикки тут в миду постоянно стоит зачем ты тут стоишь афк опа братулец вот это понимаю братулец я понимаю вот это я понимаю импакт рекимару молодец все базару ноль понимаю теперь базару ноль к рекимару претензий нет он сделал то что должен был нормалин работаем бару законтрили законтрили сейчас надо на топ ребят сходить возьмем урну через урну будем дефолтно работать здесь реки нам помог просто спрашиваю рекимару почему он стоит афк потому что он блин это же у нас что там у нас скоро другого нету а не есть керри у нас но он 02 вот в чем проблема поэтому я беспокоюсь что почему рекимару на роуме но он четверкой в роли четверки сейчас на реке играет раньше в d2 на четверках играли это было нормалин так стик еще возьмем и тпшечку все есть есть на топ пойдем сейчас на топ пойдем вы поняли что я сделал это первая игра разыгровка ребят так что не беспокойтесь все нормально минус 2 тут надо делать он ли смысла не имею более смысла не имею но вот так вот да я этого убиваю хаоса давай душить хаоса давай душить ну ему минус там все 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 он умрет да пропусти меня да и на рунку пойду на рунку хорошо даблкил 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 дастов жаль нету я так и не взял удачи в гайде спс бро спс забыл dnd поставить ребята задушат опять чатом это начинает называется я уже не буду сидеть играть я буду сидеть это буду чатиться сидеть на меня на меня кидать не на сларка надо на меня кинуть на меня надо нам кинуть на меня кинуть я же не за диспейлил улд сларк пятый уровень используется oh очень нет сладок надо подходить кстати Татара надо подхейтить Так, ладно Не обращаем внимания на все вот эти наши внешние возбудители Все будет норм Бары на низу Жаль, ТПшки нет Мне нужно купить вместо щитка ТП На данной стадии игры мне нужен ТП Очень сильно нужен Хорошо, сейчас пойдем погуляем Сейчас пойдем погуляем Гаурегу поднимем На топ идем Идем на топ Снайперы с лордар это очень жестко Под амплификацией я буду разваливаться Меня увидели тут уже, спалили по идее Ля, ты что делаешь на реке, вот ты псих А ты псих Псих на слордаре Псих на слордаре Что-то надо отметки сразу Ну линку будем делать Но после всех артефактов Которые нам необходимы Именно БМ и прочая тема Тинник прокаста не дал Очень плохо Хорошо Сколько 200 хпи, еще одну урну надо закинуть Стой, Криса А, ну все, GG GG Ох уж это Криса Так, ну через центральную выгангивается У нас все нормально, все пушечно, друзья Как вы можете видеть Все Отлично Душим Душим Ох, сладенький, ты ко мне в упор прям подошел Ой-ой-ой-ой Это плохо Надо хукшотить в инвока Ну хукшот мне Ой-ой-ой-ой-ой Да еще и бара Почему не в инвока, лол? Вы видели расстояние? Ну видимо 125 все-таки близко было Моя ошибка Моя Но еще и вардов нету Было бы получше Я бы видел, может, что хаос идет Ладно Ладно, моя микро-недоигровка Но там Нужно было отмансить Подхукшотить инвокера И душить Так, два дефолтных варда Надо нам, ребят, напишем Опа, там пацаны газанули Да, нас ларка, да? Помогать будем Тяжелая катка, ребят, будет Я только что очень много отдал Очень много отдал Слордар меня соло разваливать будет Если что Зажали Надо уходить Ну там у пацана тоже гг Дальше Оп, ходим Хорош Хорош, господи Стой, кроба, не замедляй Ну замедлил, нормально Что там у нас? Бортсор, да, БМчик есть Стойте дальше Лол Так мы вообще-то вышли тебе на холпу помогать Дурачок Вот так вот Неблагодарный Называется Тиммейт Данная ситуация У меня хукшота не было Это все, что я мог сделать Это Страйфануться просто Ладно Ладно Держи Печальненько Ну сларк у нас такой Не вижу Если что Так, ну а гоним нам надо БМчик есть Та-та-та Чпау Спасибо, спасибо Есть Так Вот эту тему Так И нам нужно что-то придумать С телепортами Стики в помойку Стики-то мой ХП-пул Так сделаем Постараемся Как-то двигаться Более Давайте пройдемся Здесь никого не будет Надеюсь Хорошо На разведку откинули Опа Снайпер тут Я чуть хукшота не закинул Куда не нужно Видели Он так замахнулся Иди как дам Сейчас типа ее отменю Так Просто радиенс Так, но радиенс мы тут делать не будем У нас Некор с Радиком Линку будем делать Будут нас на этого На креветку со нападать Тут интересно Так Вижу цель Не вижу преград Оп Хорошо Линку next Там наверное сделаем У нас все хорошо По айтемам С мидом мы выфармили Выфармили с мидом Все что нужно Фармим ребят Линку Я считаю Это будет очень годный артефакт На данной стадии Оооо Я не успел Ничего нажать Господи Ля Как меня вытянуло Хорошо И хаоса сюда Нифига что за лютые размены Что это было сейчас Они же напали первые Они напали первые И проиграли эту драку Прикиньте Три на По-моему там хаос Стана не закинул Если не ошибаюсь GG Вообще я должен сларку фарм отдавать Но сларк у нас Какой-то агрессивный И с фейзами еще нет Такому сларку нельзя отдавать Фарм Когда вы видите сларка с фейзами Это уже все понятно Таким сларкам фарм отдавать нельзя Ребят Next у нас конечно же Аганим Безусловно Это бар афк что ли Если афк значит Надо убийцу обузить Вы шо Кто там идет Закрываем пацана Смотри какой Умненький На слардаре Коги разбивает Не получилось Бро Опача 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 Ой-ой-ой Ой-ой-ой Ну найс С инвокера там поймали Хорош Господи Урной чистой Ракеткой Задрачиваю Гоу Эй На что Баррорестница еще Да Баррорестница еще Так Ну есть аганим Кстати Аганим Кстати Есть еще Гоу на базу Где-то вот тут Снайпер был Раскидывать Хау Стои Стои Дорогой Гоу на базу Ребят Продадим Наверное Стик 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 Себя изжил Выходим В лейт Выходим В лейт У нас есть Клокверк Который дает Вижен Это очень хорошо Но надо поставить Ребят Хотя бы Два дефолта Я считаю Гоу И намит Ракетку Так На данной стадии Игры Что у нас Должно Уже быть Дефолтный Аганим 17 минута Это очень хорошо Продолжаем Продолжаем Далее Что нам нужно Ребят Это конечно же Покупка Каких-то Значимых Артефактов Будет Линка Линку Сделаем И возможно Если катка Будет затягиваться В лейт Гейм То будем Уходить В урон Снайпер Сейчас Снайпер Фидит Да Безусловно О Некар сурадиком Сейчас Снайпер Фидит Дальше Будет Тяжело Ракету Туда Летит Пацаны Нет Радиком Добил Ля Ля Крыса Я иду У меня Жаль Не из 16 Левел Я смогу Кстати Пройти Настолько Далеко Оп Кусики Вот так Вот Завтыкал Парниша Завтыкал Парниша Пацаны Гангули Гангули На меня На центре Но не удалось Так Го дальше Линку Ребят Надо делать Ракету Держим Октарин Я вообще должен Собрать Какой-нибудь Ускаток Октарин Должен Собрать Все Ребята Подсдулись Немножко Мы их Очень Сильно Запрессинговали К сожалению Два раза Я сфидел В этой катке Но это Нужно Было Это Нужно Было Так Продолжается Веселуха Продолжается Моя Задача Сейчас Опа Иди сюда Вкусненький Для Все стилят Чисто Я как поймала Вы стилите Как я поймала Вы как стилите Вот так Вот значит Да Я так Хорошо Словил И так Стилите Ай Ай Есть Так Так С одной стороны Все хорошо А с другой Стороны Ребята Сели на Плотный Деф Или ушли В АФК Не жадничаю У меня 10 Ассистов Извини Я топ Ассистер 10 Ассистов Тупо 10 Ассистов Соло Гейминг Так Опас Лордариха Хорошо О, щит Как хорошо Что не в меня Ультовал Ой-ой-ой-ой Иди сюда Дорогой Я ждал Такой момент Чтобы зажать Хорошенько Так Линка Линка А вот я на самом деле Подумаю Нужна мне Линка Сейчас Или нет Держи Урну Полетели Пых-пых-пых-пых А Линку Сделаем Все равно Линка Акторин Можно и Молнию Здесь в этом Билде Молния Хорошо Зайдет Нормально Пока Ровно Идем Сейчас Орбу Наверное Купим Ну тут Уже Менять Будем Боттл Конечно Потому что У нас Будет Даваться Реген С Линкин Сферы И причем Довольно-таки Хороший Довольно-таки Хороший Плюс Еще Там Слардар Поэтому Линка Блин Ну Необходимо Линка Я считаю Гоу Остается Чуть-чуть До Линки Давайте Подстреливаем Некоторые Кэмпы Давайте Вот этот Кэмп Застреляем Три-четыре Ракеты Плюс Золотишко Тут Долго Будем Доубить Ничего Застреляем Пока Фармим Кафармим Крипы Все Отходят Отходят Нет Некр Я хочу Там Подфармить Криса На Некре Ладно Я понял Криса На Некре Они Сейчас Могут Зайти В Хороший Деф Тупо Уплотниться Под нашим Подфидом Небольшим И У нас Будут Серьезные Проблемы Мне Нужно Будет Очень Хорошо Как-то Позиционироваться Так 400 Есть И Вон эти Два Ближних Кэмпа Сейчас Задушим Ребятки Для всех Тех Кто Думает Что Я Пишу Гай Без Кем То Я Зачастую Проигрывает За Недостатку Опыта И Конечно Кто Виноват Конечно Хеназис Потому Что Он Якобы Пустил Вообще Я стараюсь Всех Кикать С Вот Этого Лобби Конкретно Я кикнул Своего Не Донатера Своего Своего Модератора Который Зашел И Кикнул Своего Подписчика Я пишу Братан Я Соло Все И Кикаю То есть Вот такая Вот Была Тема Понимаете Но Люди Типа Все равно Они Фуловятся Хотят Играть Ну Блин В гайде Как бы Нет Ничего Такого Чтобы Сыграть Но Иногда Вот Просто Хейтеры Говорят Так Что Я Как будто Специально Вот Это Делаю Они Просто Стараются Играть Но Не Получается У них Вот Этого Пацана Как Хаос Умирает Вспоминаем Ребят Б Оу Четыре Варна Четыре Сыра Хорошо Хорошо Странно Что Тинник У нас Тоже Такой Нормальный Ну У нас Сларк Конечно Такой Себя Сларк Такой Себя Ничего Ребята Не обижайтесь Поэтому Кого Кикаю С Лобби Я Теперь Буду Всех Кикать Стараться Поэтому Если Вот Даже Если Кто-то Пишет Хен От Ити Я Сразу Кикаю Потому Что Ну Потом Иначе Хейт В Комментариях Вот Ты Там Подсад Не Там Ребята У тебя Ты Там Играешь Там Ты Играть Не Мешь Нет Ребят Я Стараюсь Для Вас Показать Что Могу Максимально Как Могу Так Вард Стоит Понял Тут Опс Опс Что Ты Делаешь Ля Тинни Из Расчуга Слардарик Там Армлет Ну В наглую Я Так Не Зайду Меня Там Раздерут Фидить Мне нет желания Все Они засели на дефе Будут на дефе сидеть Очень долго они могут это делать Линка есть Далее Что нам нужно сделать Далее Сделаем Какую нить Молнию Давайте Ребят Потому что Тут нужно будет И с руки Поднарубывать Немного Можно сделать Что-то на мобильность Дополнительно Слардар Пришел Погиб Слардар Слардар Пришел Слардар Ушел Хорошо На топе Веселая Веселая Ферма На топе Происходит Какая-то Хочется Октарин Очень сделать В одном Из билдах Через Догон Октарин Сыграть Что там Ннизу Хаос Да Так Рисково Прыгать Не буду Там Минус Два Инвокер Вис Кастуй Хорош У нас Проблема С заходом Пока Фармим Хорошо Пока Фармим Но Проблема С заходами У нас Имеется Хорошо Фармим Тогда Что делать Как бы Еще не выиграли Ребята Сели в Деф Заходить Только Через Мою Смерть Я так Понимаю Нравится Мне этот Фарм На Клоке Прыгаешь Делаем Вид Что Невидимого Их Но Их Уже Слишком Много На самом Деле Очень Много Я бы Даже Сказал Ствандар Убегает Я не Достаю Но Я в Рике Буду Хукшотить Если Буду Хукшотить Надо Чтобы Рике Отошел Я бы Придушил Они Выходят Только С Хай Гранда Сразу Посыпались Все Го ХГ Изи По-моему Надо Тут Душить Ракету На Вижен Вокеру Какого Небудь Зацепить Лицо Не хочется Тут Стоять Куда Закинул Очень Плохо Где БМ Можно БМ Нажать Я не Буду Хукшотить Туда Нет Урны Нет Урны Нет Но Вы Держитесь Хаус Бэбэк Ладно Я Уйду Наверное Клок Тараска Офигенно Заходит В принципе Есть Разные Билды Но Я Хочу На 85 Попробовать Через Экторин Герой Очень Хороший Драки Пошли Начинаются И GG Бежит Надо Было Там Остаться Помой Гол Пешку Офигенно А ты Запарил Я Соло Забираю Его Для Что Ты Делаешь Что Извращенец Вежи Скрип А Типа Это Такая Оплошность Если Че Ракетой Вжоп Ракеткой Поддолбила Так Есть Че Сделаем Тогда Блин Молнию Хочется Давайте Сделаем Молнию Ребят Очень Хочется Молнию Я Не Знаю Почему Просто В этой Катке Хочется Молнию Собрать Очень Хочется Молнию Собрать В этой Катке Очень Хочется Молнию И Соберем Наверное Октарин К этой Молнии Чтобы Подхиливаться И КД Уменьшить Будет Прикольно Наверное Некор Много Фарма Забирает Жирно У него Радик Некор Очень Быстро Фармит С Раденцем Дес Пульсы По КД Радик Дежи Так Ну Они Уплотнились На Дефах Опять Так Нам Нужно Как-то Спушить Так Куда Ты Побежал У Нес Бара Пока Молнию Я Не Сделаю Пайтиться Не Варик Бар Это Куда Бро Опача Опача Не Попал Хукшотом Я Ну Да Ладно Бара Бежит Суицид Просто Просто Суицид Гейминг Макер 15 Уровень Нам Потом Сложнее Будет Играть В С Под Амплификациями С Стардаром Жестко Тяжело Как Крипа Просто Жесть Это Клокверк Блин Люблю этого героя Жесть Насколько же он Мобильный Снайпера Просто Изрешетил Так Ну у меня Первый Второй КД Я бы Сейчас Уже Подхукшотил Подхукшотил Без Лордара Замес Будь Какой Ни Такой На Вставочку Ну или Замес На Вставочку Будет У нас Уже С третьей Игры Где Я буду Пытаться Сделать Акторин Дагон Тупо Уже Фановый Билд Останется У нас Пока Как-то Так Ля Я Хукшотнул В некро Некор Билд Стоял Подошел Но я Не видел Я За Карто Следил Зачем Лочишь Он Просто Как будто Спецом Передо Мною Ходил Не знаю Еще Типа Такой Скобочки Ставит Вот Сюда Зачем Ему Было Подходить Я Наоборот Отошел От него Ладно Моя Ошибка Не Попал Хукшотом Каждый Раз Когда Вы Не Попадаете Хукшотом Это Ваша Ошибка Запомните Не Доследили Считай Тебя Спас Не Нифига Я Там Драться Собрался Диффузио Молния Есть А вторинчик Быть Сюда Добить БМ Убара БМ Убара Тек Ну что Ребята Сейчас Купят По БКБ Будет Очень Страшно На самом Дель Чех Чех Зарызали Да Страшно Страшный Вот этот Чувачок Гоу Фарм Рошана Пойти бы Было бы Круто Не хочется Прыгать Чтобы Умереть Ребят Честно Не хочется Не хочется Потом Ошибки Перебирать Хорош Хороша Молния Ребята Пошли Нарошу Кайф Было бы Если Пья Рошана Забрал А не Некр Заберем Хорошо Хорошо Вот сейчас Можно будет Прыгать В наглую Прям Вообще No fear Называется Тупо No fear Гоу Сюда Ракета Что Туда Прыгни Чисто No fear Здесь Это Бо Ты Че Рикки Просто Застелил В наглую А ты Криса Вай Какой Хукшот Просто Царский Жесть Рикки Тупо Стиллер Рикки Тупо Стиллер Хотя Я там Не факт Что Забрал Но Хукшот Уже Был Что Там Ребята Бегают До сих пор Жесть Я буду Душить До конца Тут Да Что Происходит Что Происходит Это Будет Больно Под Амплификацией Так Вообще Валим Отсюда Пацаны Валим Отсюда Ой Линку Сбили Бар Врезался Да Хорошо Бар В коге Врезался Это Отлично Это Отлично Все Уходим 3к Есть В сторону Спушили Ну Тяжело Вы видите Сами Тяжело Пушиться Тяжело Пушиться За счет Того Что Деремся Дайвимся Очень далеко Но они за мной Побежали Тоже Моя Ошибка Видите Как бы Ну Чувствуем Что по фану Можно сыграть Тут играем Как бы Как можем Понимаете Понимаете Так Как Таринчик Хочется Сделать Тоже Подмолнией Хорошо До снег Артур Хорошо Хорош При 800 Имеем Можно вообще Тараску Сделать Ну Октарин Давайте Тогда Здесь Сделаем Октарин И отдельно Билд Будет Ой Октарин Тараска Отдельно Билд Будет С С С Я буду Драться Я буду Драться Хорошо Пока что Так Дайте Пройти Вой Беми Блин Кузбили Вай 4 секунды Ой Как он Меня Сейчас Убивать И будет Все У меня Нету Ничего Я Умер Эх Кстати Крипы Жестко Подруинили Я бы В инвокерах Шотнул Вроде Как А GG Хаос У меня Ничего Не Было Когами Я Там Ничего Не Сделаю Ладно Свидели Ну Я Не знаю Такая Себе Такой Геймплей Ребят Ну Это Через Центральную Линию Далее Пойдем Скорее Всего В Четверки Четверки Давайте Возьмем Сейчас Тарас И Будем Уже Заканчивать Эту И Нужно Нам Нужен Ребятки Билд Билд Где Мы Будем Играть Через Дагон И Актарин Нам Такой Еще Билд Нужен По Фану Так Что Сейчас Будем Душить Сларк Тоже Куру Взял Сларку Надо Забрать Вот эту Куру Это Ж Моя Кура Вот Сейчас Возьмем Короче Сделаем Тарас И С Таким Билдом Уже Пойдем Заканчивать И Все И Все Ребят Жалко Что Сейчас Ничего Не Было Хаосу Ответить Ну Такие Герои Как Хаос Иллюзионисты В принципе От Клокверка Первого Спелла Нету Толку Клокверк Очень Хорошо Ставит На колени Тех Кто Соло На Соло Дерется За счет Первого Спелла Микростаны Вот Эти Ой Какие Они Неприятные Так Ну Что У нас Там Хорошо Ресаемся Некоторые В негодовании А здесь Почему ты Постоянно Балаболишь Там Хочу Акторин Хочу Это Хочу То А на самом Деле Не Покупаешь Ничего Ребят Я так Говорю Потому что Я сижу Я мыслю Мыслю Что тут Лучше Будет Заходить Именно В данной Стадии Игры На данном Билде Против Определенных Героев Я смотрю Какие Билды Будут Актуальнее Вот Конкретно В данной Игре Тут Тараско Зайдет Тут Акторин Я уже Делать Не буду Акторин Лучше Делать Вместе С Конечно Же Этим Вместе С Радиенсом Господи А у нас Тут у Некро Радиенс Понимаете Вот у нас Получается Конечный Билд Тараско Аганим Еще Руна И Так Рега Тут лежит Хорошо Тараско Аганим Вот у нас Такой Билд Получается И Из-за Ребят Кто там Хаос Плюс Слордар В четверке Лотус Соберем Думаю В четверке Лотус Соберем Глимеры Да Через догон Все таки Не получится Наверное У нас Билд А так Хотел Я На самом Деле Все Гегейн Воку Гегейн Воку GG Так Хаос Идет Ой Бро Я попробую С иллюзией Разнести Ой С иллюзией С молнией Ага С ракетой Помог Помог Разнес Просто Все Иллюзиями Иллюзии Всего Разнес Молнией Это жестко Помогло Ребят В общем Вот такой Геймплей У нас На Клоке Через Центральную Попался У нас Попался Господи Я читаю Задры За меня Попались Получился У нас Геймплей Через Центральную Те Кто там Что-то Говорят Пузя Варят Ребят Инвокера Наказали Это Главное Так сказать Инвокер Много писал Инвокер Получил Пусть Не обижается Так Ну что Друзья Остается У нас Уже Некстовая Катка Некстовая Катка Сейчас Пойдем Уже Я хочу Я хочу Ребятки Я хочу Октарин Радиенс И молнию Я хочу Посмотреть Какой Будет Эффект Ну и Конечно Что Такой Клокверк У нас Получился Через Центральную Пойдемте Ребят Третью Катку Ну и Все Так Ну что Друзья Началась У нас Некстовая Катка На Клоке Остается У нас Билд Конечно Через Дагон И Октарин По Фанчику Можно Будет Собрать Ой Ой Как же Если Честно Хочется Билд Через Дагон Очень Очень Хочется И Через Октарин Не знаю Получится Или Нет Но Сейчас Будем Смотреть По Игре Взяли Мы Клока Клока Клака Найкс Если Возьмут Будет Очень Очень Плохо О Найкс Взяли Это Очень Хорошо Так Ну что Ребятки Что у нас Конкретно По игре Тут Намечается Конечно Билд Через Дагониус Через Дагониус Билд Через Дагониус Это Наше Все Берем Вот так Вот И Идем Центрально Фейслес Взяли Хорошо Будем Контрить Его Найкс С Брассером Просто Найкс Просто Брассер Я хочу Брассер На рандоме Почему Нет Погнали В общем На низ На руну Дестерли Пик Очень Сильный Контрпик Мой Персонаж Очень сильный Контрпик От ЕС А ЕС Не сможет Прыгнуть Драку Ну сможет Если я буду Правда Его находить И хукшотить Тогда будет Ему тяжело Некролайт Хороший Контрпик Моего Персонажа Очень Хороший Так Ну и что Готовимся Конечно же Берем первый Спелл Друзья Не знаю Курочка Будет Или нет Куру Возьмете Спросим Куру Возьмете Сларка Взяли Еще Пацаны Так это Серьезно Хорош Хорош Но будем Драться Конис Бара На Рубика Беги Гоу Бара Бара Брат Беги На Рубика Давай 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 Беги Беги Хорош 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 Гоу Меня на хг Хочет подкинуть А нет Ой Ой Да ну Нафиг Серьезно Найкс Третий Отлично Это наш клиент У нас была какая-то тактика И мы ее придерживались Хорошо Вот она Вот она Это тактика И мы ее придерживались Надо теперь самую дикую Самую быструю руку На Диком Западе Показать еще Ост полз Я же мидер Какой Ост 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 Хорошо Сапог берем сразу Сапог для того Чтобы нам зажать Мидера сразу Такая нотка Грустинки У Рубика Я вас выиграю Все равно Чуки Так Аккуратно с некром Подфармливаем На третьем левеле Должны убивать Нужно не давать им У нас тычковать Потому что у нас Регена и так нету Ни хрена Сделаем стик Ну 40 хп Просто улетели уже Оп Добил моего А я твоего Оп Как могу Смотри На некре Парнишка Молодец Толст хитит Профессиональный Пацан На третьем левеле Надо его убить Иначе потом Очень тяжело будет Буду Херстопперах Захлебываться Третий левел Отхил И в атаку Хорошо Еще по таворам Потанчим Крипов Этого я не добью Этого тоже Го Подтанчим Немножко Хорошо Все Выхиливаемся И сейчас будет Агрессия С нашей стороны Она нам просто Необходимо Она нам Необходимо Но Блин Всех хрипов Пушат Тяжело будет Тяжело Но мне уже Хил нужен Вот так вот Делаем Тяжело Ждем Крипов Курьеровичей И тогда будем Все делать Потому что У нас уже Пол хп Не вытяну я Уже не вытяну Уже не вытяну Гоуна руна Пройдемся Смотрим Что за руны А тяжело Нужно просто Подловить Подловить И все получится Если подловим Будет все очень хорошо По другому Не получится У нас Он не боится Он знает Предел своего героя Парень Крипы не переагриваются Вообще Ужас Какой-то Ужас Какой-то Крипы не переагриваются Нам нужно Просто Забычить На него Правильно Забычить Чтобы крипов Не было Он это тоже Понимает Он знает силу Моего героя Примерно Плюс-минус Еще и блочит Вы посмотрите Голубый конем Закрыли Все это наш клиент Что-то он Протупил На самом деле На некре На своем Протупил Сейчас Не думал Что так нагло Получится у меня Хорошо Отлично Он сейчас Очень много Потеряет Очень много Экспириенс Золото Мне дал Главное Вовремя Забычить Это залог успеха Хорошо Этих крипов Если еще Сейчас сольем Будет Отлично Потом Потом Просто На руну Уйдем Просто Лучшая Ситуация На данный момент Ооо Там Есть Гоняются Но умрет Да Голубый Ракета Вот сюда А он наверх Пошел Ладно Страшно Бара Запинал Там Так Некр Пришел Голубый Пусть Подфармит Пусть Подфармит Будем Душить Что за Руновый Инвиз Так Вообще Изи Выйди Сейчас ХГ умирает Надо Подловить Этот момент Нормально У меня тут Видно будет Надо Аккуратно Пройти Куда Пошел На руну Пошел Да Походу На руне Тогда Поймаем Да Он на руне Привет Поехала Тангус Скушал Нафига Ты Отчаянный Пацан Лятом На ботами Веселуха Но первого Не будет В драку Но сможем Забрать Сейчас Нескольких Еще героев Я думаю Я думаю Давайте Рубика О Еще ЕС Вообще Пушечна Не знаю Ну Прикольно На вставочку Было бы Да Красиво 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 Прям На вставочку Было бы Красиво Чисто Знаете Прикольно Мне понравилось Так Фейзи в студию Тпшечку И поехали Вардик Манку Хилку Крацубо Получилось Крацубо Ракета летит Ай Там столько Хпл Сларка было Вышел бы Под вард Под в ракету Вернее Под ракету Сейчас вард Надо откнуть Некру Поддушивать Жопку Вот сюда День Сейчас ночь Надо пользоваться Ночью Хорошо Ой Душат Душат Пацаны Один Есть Хорошо Некр на топ Побежит сейчас На руну Ля там Душат На топе Жестко Я побегу Разбил Получай Ооо Кстати Я вспомнил Коги Выводят Короче Эншентов Они провоцируют Эншентов Почему-то Какая-то механика Есть Точняк Вот сейчас Видели Эншенты Вышли Если вы просто Поставите Где-то Коги Рядом С Эншентами Они почему-то Выходят На этих Эншентов Ой На эти Коги Вот Вот Эта тема Я если честно Не понимаю Как это Работает Но есть Такой Прикол Ракета Там Сто Тридц ХП Между прочим Давайте Под Тэшку Вот Ты поставишь Коги А они Триггерятся Короче Крипы Идут Коги Ломать Ой Крубика Попал Хорош Куда Пойдешь Ой Ой Я Вижен Получается Получается Ай Крыса Крубик Погиб Просто Куда Базу Давайте Че У бары Есть Урна Есть Урна Значит Урна Не будем Угол Сразу Тогда В догон Мы Здесь Через Догон Будем Играть Через Догон Играть Будем Урна Бот Так У нас Главная Задача Это Догон Кторин Этериал Всякие Такие Артефакты По Красоте Естественно У меня Нормально Все Не парится Все нормально Хукшот Минусом Но Ой Ой Бар Игг Да Вай Агрессивно Бара Как На развороте Но не удалось Удалось Не удалось Так Ахевич У нас О Войдетский Прыгай Жаль Хукшота Нету Да Фанат Плюс Фанатею Фанатея Схинайзиса Нормальный парень Вроде Не двуличный За слова Отвечает Ва 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 Ты шо Ты шо Ты шо Что за Агрессор Ля О Ну нет Так не пойдет Хорош Хорош Господи Дай только Зажать его Надо уходить Я бы Сейчас Сдох Я вам отвечаю Я бы Сейчас Сдох Просто Пофиг Что ЕС Не добил Главное Выжить Было В этой Ситуации Тавр Добьют Ничего Страшного Тавр Добьют Ничего Страшного ЕС Нет смысла В принципе Ракету Там Кидать Все равно Он не умирает Говномит Почти Сдагон Крипов Очень мало Смида Но я в ровном Ухожу И перестаю Фармить Нужно Не забывать И крипчиков Подбивать Чуть Поколотим Давайте 20 крипов Считайте У меня С десятой Минуты Это очень Мало Уже Десятая Типа У меня 20 крипов Но минус Смита 6 фрагов И 2 ассиста Это тоже хорошо В принципе В целом Вара Забежал Не туда Поворот Не туда Называется Напоминаю Так А вот Рубена Надо убивать Там еще Воет В лесах А вот Он Не видел Меня Не видел Поехали Привет Воет Выталкивает Да Коги Еще Взял Украл Не стыдно Не стыдно Почти Есть Дагонюс Хорошо Дагончик Есть Догонять Будем Пацанов Фарм Идет Все Хорошо Некор На топ Тп И рубик Туда же Т2 Оставили Они на Меду Будет Хорошо Не хочу Рисковать Ну Можно Там Убить Душим 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 Дабл Килл Еще По-своей Нам Драться Тут Не Очень Хочется Хоть Купол Будет Ставить Хорош Коги Обходим Сюда Подходим Ай да Ладно Риппер Да Божечки Я не хочу Умирать Нет Но я умер Ой Дагон был Уже Я полез Тупо Из-за Бары Вот честно Знал что Бара Обидится Потом Вот мне Не помогли Но это же Фит Контора Нужно было Сразу Уйти Да А Некролайт Будет Досаждать Эх Дал Хорошо В пятером Вышли Задушили Это плохо Данная ситуация Очень плохая Я стриг отдал Я все отдал Еще и Некру По-моему Некролайт Это такой герой Который просто Рядом стоит И все И хп уходит Акс стоит Афк Сори Не мешайте БМ есть Да Плохо 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 Бру А рощ А рощ Надо шойда найти Вообще Некра Надо душить Палю там Сларк Я думал Сларка Уже Инвиз Все честно Сларк Попрыгунечка Хорошо Так Дагон 2 Теперь После догона 2 Будем сейчас Скорее всего Что-то делать Такое Чтобы не умирать Некр 800 хп Некр Это очень слабо Очень слабо Пока что Дальше будет тяжело Я готов В принципе Ребята начнут Я задушу Все будет норм Войт Муаднес Муаднес Опа Телекинеза нету Гоахе Хорошо Опа Есик Опа 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 Минус 5 Нормально Задушили Хорошо Хорошая драка Хорошо провели Минус 6 Да Нормально Давайте догон Еще Опнем Знаете зачем Дагон Опаю Расстояние КДшки По кайфу По кайфу Становится Отлично Так Далее Что нам нужно делать Дагон Я бы хотел Вообще Замакшенный И далее Пытаться выйти В Акторинус Подфармливаем Крипов И Все будет Огонем Главное Не забывать Про КС Я если честно На клоке Стараюсь Постоянно драться Золота Все равно Не хватает Постоянненько Так Ребята Там дерутся Ну Руны не будет Да На базе Вся эта тема Ракета летит Но не попадет Хотя может Кого-то и попадет Ой-ой-ой В бару Например Гоу Помогать Ребятам Шойт Вот это Сюда Попадаем По идее Убиваем Бау Отразил Блин Ну это как так Вы прочувствуете Мою боль Сейчас Пацаны Как так Ракета летит Он ее отражает Вы прикиньте Ну вот как так Прикиньте Это же не интересно Это не интересно Так Не интересно Я голосу за то Чтоб был интерес Типа лол Опа Вот этого пацана Можно 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 Сейчас он будет Вот так вот Вот так вот Это Тивери 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 Вот так вот Хорошо 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 Вот этот Догонистый Клокверк Проблема Всей карты Все Застилит Все Зафармит Но это, конечно, такой Фановый билд, ребят, напоминаю Через догон это фан Сейчас восполним всю ману Подфармим крипов и надо Блин, надо вообще на топ идти Там сейчас драка будет Сейчас фукшоп тоже будет На топе ребята стоят Четко главное в ЕСа ворваться Начать файт Для некор вообще не боится Подходит так нагло Венга свап, стан, GG Драка началась, да? Ой-ой-ой Прикиньте Я буду драться уже А, не, не буду Хотя можно с этим подраться Можно С этим подраться можно Со Сларком Опа 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 Не, ну трипл килл Можно на вставочку Но какой-то он легкий был Можно на вставочку Две пятьсот Хорошо Опа Полокторина имеем О, регенг Офигенно Офигенно Непременно Так, еще двести маны Долго будет регенз Не хочу ману сбивать Лучше потеряю фарму Но ману не хочу сбивать Тег Отлично Гоуна руну еще Нормально Дагон четыре Полокторина Вот так вот сделаем Сларк, кстати Хорошо тоже Контрит Эта тема Так А что это у нас Рубик Куда бежишь Опа Я его оттолкнул Нормально Гоу, бро Найс Я его когами убил Войда Когами чисто задушил Крацубо Круно Базу лучше Крацубо Хорошо Полокторина есть Октариновые коры делаем Там ребята побежали Лявые извращенцы Варик гетто Ой-яй-яй И найк с УГГ Ребятки Ну вы зря так идете Я ухожу Они лезут прям Это фит Командный называется Фит командный Фит командный Одна штука Там ерсбруйкер Все подохли Один я остался Я дофармливаю Свой слот Не хочу фидить Просто так Хорошо Все уходим Делаем вид Что уходим Возможно Сделаем Кто на меду будет Войд Если догон не отразит Будет очень хорошо О Маднес включишь Бро Маднес включит Вообще Фрифраг становится Вард возможно Стоит Я чувствую Вард стоит Потому что он так Как-то на подсейве Там ребятки Тоже стоят Да Вард стоит На дефе Вард на дефе Стоит Кажется, Рошана самая то будет. Некор уплотняется. Колодцы по нулю. Ой, Рошанечка, пацаны. Илужион. Это хорошо. Акс, конечно, профитнее иллюзии, но. Такое. Пусть ребята заколачивают. Бейте. Пусть ребята заколачивают. Мы пока дофармим. О, нифига. Не, я не буду туда прыгать. Я умру тоже там, если прыгну. Бро, сори. О, давайте подбайтим, можете по купол даст. А я тебе сейчас купол дам. О, нет, ухожу. Купол, только не надо купол. Хорошо, забрали. Хорошо. Такая иллюзия фармит там. Иллюзия формирует по-страшному. Так, есть окторин. Хорошо. Жаль, БМа нету. С БМой был бы профит. Кристалли с наводим. Надо ЕС оцепануть сразу его, сразу весь дэмэдж вливать, только желательно. Поехали. Ракета у нас кадаешься по 9 секунд, но по 10. Просто щу-щу-щу. Как Тинкер. В роли Тинкера сейчас будем, короче. В роли Тинкероса. Огоним еще сюда бы добавить. Было бы круто. Войт 800 хп. Они на дефе засели. Тупо. Так. Это все понятно. Вот сюда, опс. Роли Деф. Те-тере-тере-тере-тере-тере-тере-тере-тере. блин это прикольно да вышел сразу смерть о нанесу драки да поехали я готов я готов ахевич минус ракета летит некор там бащи без фото 100 иди сюда дорогой а и но это можно на вставочку просто разнос просто разнос влетел туда там ракетка там чп пел 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 понимаю такой фановый билд но рабочий как видите а клокверк сам по себе ему артефакты особо не нужно чтобы душить так go it real ой-яй-яй нифига я криса походу как так можно было прокосить шойт опа подбегай на просто минус купол хорош господи просто все паров для это искренне вот сейчас у нее реально искренняя радость того что фаново так получилось поставил коги думаю ну вот по-любому сейчас не подойдет подойдет если упрется в когу там на топе весело да джи джи гол дофармливать это реал и я будет тоже весело весело чисто из компании oriflame это называется одна ракета прилетела там чисто догонился компания oriflame гол к себе ghost возьмем что на нет не ждать не заставлять союзников ждать премьера рубик бедный 2400 есть у нас хорошо хоста хоста ракетки по кд что там у сларка 1000 хп да это в принципе хукшот догон если сейчас он еще чуть-чуть сольет еще ракетки залетят поездом не так не пойдет видел новую рубрику что если невидимый тени ребята на меду дерутся да я на их месте не дрался многоу поможем есть хоста вот ой 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 оу да ой ой купола ооо о руч не надо пацаны я пошел а где войт ракетка готова отрази только на сне отразил ручь давай 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 ручь не сюда не хочешь как хочешь хочешь как хочешь но по криптальник отлетел войд бедный в коги врезается коги вообще вещь просто так думаешь сейчас войд прыгнет коги поставь половина купола будет закрыть это там не краллайт умирает да попробую блин это жестко честно это фановое жестко это жестко так и тарел есть тарел ездит это жестко не знаю как вам кажется мне кажется это жестко орчит хорошо оборочка прибежит не переживай white и что деда еще опа и вот он войдетский ой 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 да ладно поехала ой 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 что происходит ой 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 ну это можно еще раз на вставочку да вы что сегодня что день на вставочку и сюда и сюда сларка давай рмпс дадим мне крипы как так но я понял нет рэмпэйджа нету удовольствие хорошо так ну и что до фуда куда формим сейчас наверное аганимом наш билд же есть что-то не дали мне рампаге не дают рампаге с этой ри он такое так спит мощный кстати так мы что продолжается у нас игра что можно сказать о я как же я захилился да я жесть как захилился с прокаста но он тупанул он кнопки не нажал если бы нажал я бумер я бумер голод это в помойку почти бмс и нажал да было бы рода фармливать что остается или здесь сларк там жесткий какой-то так он не остается тут чисто копейки до аганима бро ну дай подфармить бро ну ты чё чуть остается до аганима там еще иллюзии помогают вот и чё ты браконьер что ли джуманакс видели сетку накинул для дает извращенец на самом деле джуманакс того x y w есть у нас аганимчик гоу за аганимом сейчас у нас будет жесткая тема сейчас мы будем просто прыгать баба баба давайте 40 50 фрагов там сколько можно сделать сделаем сколько там можно чё там увой да да молнии но нам тянуть сильно нельзя тоже на из прикольный бил получился у нас давайте возьмем тп-шку сколько хукшот 9 секунд кд хукшота вот так сделаем бро поехали поехали так центральную кто рубик сразу умирает с прокаста 3 200 hp это жесть это жесть еще ластовый артефакт линка какой-нибудь это у нас получается 4 кхп просто с этими четырьмя кхп тысяч пах-пах вот так просто все тысяч пах-пах я там сларк час ларка надо поймать я ей вот он прокаст божественный ой 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 вот ах ты криса она голод это чистовой да случайно увидел иди сюда чё там говорил на меня нормально это жестко это жестко гиджи гиджи такой ребят получился у нас геймплей на клокверке и ластом ну наверное я не знаю можно было бы сделать какой-нибудь ну линку вот рили в таком билде против некра линка уже зашла бы и все в принципе так у нас получается давайте возьмем глимер докупим по для красоты картинки чтобы было четко красиво что мы еще и с глимером бегали такая катка давайте побежим за глимером чтобы взять для картиночки уже что ж в начале можно было как эту игру переиграть по любому можно было взять глимер в любом случае глимер был бы очень хорош против такого пика как вы сами видели там некролайта это все очень жестко вот такой вот билд у нас конечный получается такой мобильный тинкер у нас только этот мини тинкер да но раз в девять секунд куда-то хукшотить сим начинаете уничтожать довольно таки интересная тема получилась надеюсь вам понравится такой билд фанова же фанова же фанова же gg ну что ж друзья на этом гайд на клокверке у нас закончен спасибо всем кто посмотрел кто посмотрит обязательно напишите какие игры вам понравились больше какой билд вам нравится что вы обычно собираете конечно же напишите да можно собрать и лотус какой-нибудь потому что есть направленные способности которые вы будете откачивать можно собрать что хотите в принципе я собирался по пику там был бара со сладаром я купил линку тут немного попроще было у меня была задача уже сделать максимальный билд на харос на дэмэдж а именно догонный этериал и через экторин все это купить еще очень хотел я сыграть клокверком через молнию радик и экторин чтобы посмотреть насколько сильный будет отхил очень хотел эту игру сыграть но к сожалению я ее не сыграл возможно этот видос выйдет дополнением обязательно напишите хотите ли вы такой видос ребят или нет но и на этом все с вами был xenazos ребятки спасибо всем кто подписан кто коментит от души всем всем до скорого